Может быть, как бы не всех проассоциируешь сразу, да? В общем, в основном все знакомы, уж тем более в нашей панели спикеров. Мы сегодня договорились, поскольку вопросов за два года, что мы не встречались, по понятным причинам, вопросов накопилось много, они, с одной стороны, конечно, все связаны, как в здравоминной индустрии, между собой, с другой стороны, конечно, каждый год, вот такой достаточно обосудованный, достаточно самостоятельный. Начнем мы с программы NewGTLD. Я сегодня, когда выступал на аналитической панели, у меня была презентация, если кому-то интересно, ее можно посмотреть, потому что запись аналитической панели доступна уже на сайте РИФа. И вот один из интересных трендов, который впервые за всю историю наблюдался, это 2020 год показал существенное снижение по сравнению с 2019-м в интересах NewGTLD. И наоборот, к национальным доменным зонам интерес во всех, по крайней мере, европейских странах, это очень четко прослеживается, он заметно увеличился. Вот что это за феномен такой? На каком этапе находится второй раунд программы NewGTLD? Как он может повлиять, собственно говоря, на наш доменный рынок в ближайшее время и в отдаленной перспективе? На этом рейте очень модно загадывать на 25 лет вперед. Понятно, что как-то смотрим назад 25 лет, смотрим вперед 25 лет. Понятно, что первый блок вопросов у нас будет посвящен как раз программе NewGTLD, второй – правовой блок традиционный, третий – это вторичный рынок и регистрация освобождающихся доменов. Достаточно проблемная тема, которая буквально перед РИФом обсуждалась в рамках Комитета по развитию доменного пространства. И с итогами этого обсуждения мы сегодня вас познакомим. Ну и дальше нас ждет четвертая часть. Там уже, не забываем, что не только юбилею РИФа в этом году, юбилею Комбинационного центра. И, собственно говоря, к этой части там уже сзади все готовят. Это отлично. Ну а сейчас я передаю слово Михаилу Анисимову, представителю АИКН в нашем регионе, регион ЕМИА. Миш, начинаем с новых доменных зон. Как можно подвести итоги первого раунда? Я думаю, что уже пора подводить итоги первого раунда. Как можно прокомментировать снижение интереса пользователей к NewGTLD? Ну и так, конечно, нам на национальном регистраторе нравится говорить о снижении интереса. И, соответственно, что нас ждет по поводу второго раунда? Хорошо, спасибо большое. Подождите, пожалуйста, презентацию. Называется NewGTLD RIP21. У меня несколько слайдов, буквально три слайда я покажу. А потом, наверное, будет проще сделать это в режиме вопросов и ответов. Потому что не все те вопросы, которые мне Андрей задал, нам туда включены. Лучше мы, наверное, поговорим уже в виде живой беседы. Программа NewGTLD. Друзья, известная достаточно программа о создании новых доменов, которая стартовала уже больше шести лет назад. Своим первым окном очень долго собиралась, раскачивалась. Наконец стартовала, была признана успешной, несмотря ни на что. Просто потому, что все эти технические требования и трудности, и юридические трудности смогли преодолеть. И создать больше тысячи новых доменных зон. После этого была очень большая пауза, связанная с переосмыслением ее результатов. Пониманием того, какие ошибки сделаны, как их можно избежать. И планами на будущее, что мы будем делать дальше. У нее такое сухое название, достаточно NewGTLD, новая доменная верхнего уровня. И сейчас я ее еще называю как SAP PRO. То есть это следующие процедуры, условно говоря. Но внутри I CAN, у каждого проекта есть свое название, которое не всегда известно. А это им оперируют сами сотрудники между собой. Так вот эта программа внутри у нас называется Минске Уэй. Личный путь. Это вот такой, собственно, фотография Галактики. Личный путь. Это вот лучше всего, наверное, характеризует наши планы, связанные с развитием новых доменов. И второй фазы, которая у нас есть. Процесс это очень небыстрый. Тут прям символично-символично. Можно и в одну сторону. То есть кому как-то нравится, какой путь больше нравится, ассоциации потом можно будет обсудить. Процесс это очень небыстрый. Анализ всех результатов первой фазы занял почти 6 лет. Тут мелковатая презентация, но я потом смогу показатели. Можно будет идти посмотреть все этапы этой работы, которая была сделана. Сейчас уже чуть-чуть устарело, потому что этот слайд был сделан на март. Сейчас уже собраны рекомендации. Сейчас идет спор публичных комментариев. И, кстати, он будет идти до конца мая. Есть еще несколько, ну, чуть-чуть больше недели, чтобы поучаствовать. Если есть какие-то предложения или с чем-то не согласны, или наоборот считаете что-то очень важным, что нужно там указать, есть возможность подать эти комментарии на сайте ICANN. Следующим этапом будет такая стадия, которая называется Operational Design Phase. Это когда собирается, помимо рекомендаций в политиках, в правилах и в каких-то условиях этой программы, собирается еще некая платформа этого проекта, когда люди описывают, как конкретно это все будет работать с технической точки зрения, с инвестиционной точки зрения, как будут становятся связи, провалятся процессы аккредитации и так далее. Она предположительно будет длиться где-то до, ну, вот после окончания периода сбора комментариев, будет длиться где-то до октября-ноября, пока это такой плавающий немножко строк. После этого за результаты надо проголосовать совет директоров, и эту программу начнут внедрять. То есть ожидать начала приема новых заявок. Мы опасаемся делать такие прогнозы, все очень плавающе, но, вероятно, это будет история про конец 22-го, начало 23-го. Какие-то тут все задумывались, потому что, а вот, опять же, на «Стаймфейс» не было этой фазы раньше, это вот нововведение, кстати, да, а она сама по себе отнимает от 6 до 7 месяцев, в плюс к тем прогнозам, которые были даны чуть раньше. Сергей Руссенович, надо конституционному центру лучшие мировые практики перенимать. С удовольствием. Несколько ожиданий, которые есть, они, кстати, не всегда, скажем так, озвучивались, это некие наши внутренние обсуждения, поэтому сегодня я чуть ли не впервые выношу их на публику. То, что мы сами ждем от него, и как мы считаем, это будет развиваться. Но уже понятно, что будет большой фокус на регионах, отлично, над Европой и Северной Америки. Европа и Северная Америка были самой активной, ну, страны, и какие-то игроки из этих стран были самыми активными в первую фазу. Сейчас есть ощущение, что это будут заявители из стран Африки, Азии, Латинской Америки, заливающихся стран. Очень большие ожидания связаны с доменными на латинских языках. Более того, в некоторых наших внутренних обсуждениях люди проводят даже некий знак равенства между, скажем так, программой создания новых доменов и программой создания доменов на латинских языках. Я считаю, что их будет гораздо больше, чем доменов на английском языке, просто потому, что есть ощущение, созвучное с ощущением, например, обсуждаемого в Международном Союзе Электросвязи, о том, что следующий миллиард подключенных к интернету будет носителями других языков, и им нужно обеспечить некую инклюзивность. И ровно поэтому сама по себе задача создания, она уже даже не измеряется какими-то коммерческими показателями, это вопрос про дать возможность людям говорить на своем языке. Это такая очень большая социальная функция. Вследствие из этого, понятно, очень много усилий на программах универсального принятия. Это задача, которая введена в число стратегических, которые стоят перед Айкеном, она включена и в стратегический план Айкена, и в пересмотренных тоже каких-то планах, например, до 2026 года она тоже снимает одно из центральных мест, и как следствие будет больше и больше и бюджета, и каких-то усилий будет на это потрачено. Ну и последнее такое, опять же, ожидание, то есть все то, что написано, это не обязательно будет так, но это наши какие-то представления, как это все будет. Это то, что зоны вот эти вот, они будут не обязательно очень большими, скорее всего, они будут сравнительно небольшим количеством доменов, но они будут маленькими, ровно потому, что задача стоит ровно так, да, дать возможность небольшим сообществам, языковым, национальным, территориальным, каким-то еще быть представленными и иметь свои домены. В этом, в этой связи, ну, со слайдами у меня все, я просто отвечаю на твой первоначальный вопрос, в этом плане очень интересный критерий успеха, да, по которому можно судить, была ли она успешна или не была, является ли это там снижением или повышением интереса. Сам факт того, что какая-то доменная зона существует, и в ней есть хотя бы какое-то их количество продлеваемое постоянно, и оно представляет, дает возможность сообществу быть представленным в интернете, уже считается неким, ну, скажем так, культурологическим успехом, больше, чем коммерческим. Это тоже важная для нас миссия. Ну вот, пожалуй, самые главные моменты подносить именно новой программы. Спасибо большое. Но мне кажется, что точно можно согласиться с тем, что на нелатинских языках доменов будет больше. Наше исследование совместное с ЮНЕСКО и ЕОРИДСКО, регистратурой европейского домена ЕО, показало, что в тех доменных зонах, которые пишутся символами национального алфавита, гораздо больше контента как раз на том языке той страны, в котором, собственно говоря, эта национальная зона существует. И это же относится и кирилльцам. Вообще кирилльцам и русский язык, русский язык на сегодняшний день второй, как это ни странно, точнее, кто говорит, ну, это же не вся Китай, но тем не менее русский язык второй по количеству ресурсов в интернете. Понятно, после английского. И вот эта мультикультурность, мультиязычность интернета, она в полном объеме невозможна. Без как раз мультиязычной системы интернет-адресакции и, соответственно, без решения проблем универсального принятия. Мы, со своей стороны, очень много этой теме уделяем внимание. Собственно говоря, даже наши сотрудники Калифонного центра, уже ВАИКЭН, этим занимаются. У нас много сейчас кто работает на общественных началах в руководящих органах. Тереми Данелиев, членцей директоров СССР, СССР, комитет по поддержке национальных доменов зон, Мария Колесникова сегодня не смогла приехать, но она как раз возглавляет направление нижних коммуникаций. ЮСЖИР – это группа по развитию универсального принятия как раз кириллических, не только кириллических, вообще всех идент-доменов, но нас интересуют кириллицы в первую очередь, и Маша как раз возглавляет еще и региональную группу, которая объединяет все кириллические регистратуры. Но это так, это я к тому, что действительно с этим кирилличесом можно абсолютно точно согласиться. И мне кажется, что вот домены директориальные, они вообще самые успешные. Домены городов, домены каких-то территорий, на мой взгляд. Вот это мое личное ощущение. Так это или не так, мне кажется, надо спросить у Андрея Кузьмичева, директора... Вопросы, кстати, по администрации? Я думаю, можем. Ир, давай, сначала тогда с вопроса. Сейчас. Спасибо, Андрей. У меня вопрос. А вот четвертый пункт ожиданий, что значительное количество будет заявок, но домены будут небольшие. Означает ли это, что стоимость входного билета будет значительно ниже, чем в прошлом раунде? Я бы не делал, я бы сказал, что нету корреляции между этими вопросами вообще никакой. Скажем так, это ожидание, оно связано не столько с процессом подготовки, сколько с тем, сколько живых у нас останется спустя какое-то время. То есть вот пройдет второй раунд, мы посмотрим, сколько у нас всего осталось, и видим, что их много, но они небольшие. Скажем так. Михаил, привет. Вопрос. Я тебе не задавал, неподготовленная история. Скажи, пожалуйста, я знаю, что есть какое количество технических операторов реестров, какое-то количество брендов, которые топят за приоритетный, такой приоритетный пасс для доминов брендов. Не общих употреблемых, не географических, а именно вот чисто брендовых запросов. Я знаю, что в Айкене рассматривали отдельный трек такой приоритетной обработки. И что с этим? Тоже 23-й год. Сегодня, кстати, первый раз прозвучал, первый раз слышал про 23-й год. Не удивляюсь. Сегодня премьер, даже добавилась одна фаза. Но, скажем так, во-первых, ты можешь добавить этот публичный комментарий, пока не закончился этот срок. И, в общем, наверное... Результат интереснее, Миша. Результат поряется только после публичных комментариев. Пока нету такого и такой истории, но политика еще до конца не выработана. И вот ты можешь принять участие в разработке. Так и все, собственно, присутствующие. Тут я вижу из зала комментарии представитель фонда содействия развитию Джей Несо, который, собственно, недавно утвердил эту политику. Максим Альзова, Точка Москва, Москва и в Совете Джей Несо. Вы читаете общественный совет при Айкен регистраторов, реестров и некоррежских организаций. В общем, вопрос этот рассматривался в круге вот этой САППРО политики. За него совет у брендов есть своя ассоциация. Они пытались пропихнуть, что бренды это просто, там маленькие зоны, там все хорошо. Все, в том числе все реестры, сказали, куда первым влезти. И на этом все закончилось. Поэтому вне зависимости, мой прогноз от того, что написано сейчас в паблик-комисс на тему того, что это хорошо, с учетом того, что все остальные, кроме ассоциаций брендов, говорят, что не надо так делать, то, скорее всего, будет в общем порядке. Кейс Амазон в себе помехал? Не, Амазон слишком далеко залезли. Они начали как-то плевать в тарелки правительство, а это уже как-то из другой избиратель. Ну, Амазона нет спецназа, у них нет войск. Вот краткий комментарий. Так вот, и по поводу, кстати, отграничного дизайн-фейс, то, что придумано, на самом деле, там, это просто фаза оценки с точки зрения техники и с точки зрения денег. А вот то, что мы придумывали, это а, можно сделать, б, сколько это будет стоить? На самом деле, там будет, скорее всего, привлекаться вот совет по типа СССИ, который безопасность с технической точки зрения. И они будут просто там говорить, что вот это вот дорого, вот это не дорого. И совет директоров там люди как бы, ну, в технике не особо рубящие, они понимают две вещи. Первое – деньги, второе – время. Вот он будет расклад, сколько будет во время, сколько будет в деньгах. Ну, собственно, то, что я сказал более общими словами, это доценка того, как это было сделано, от реализации. До того, как было сказано про ODP, там был прогноз 540 суток на вот эти работы. Это причем оценочный. А когда ODP придумали, ну, добавьте там еще. Но ODP пока по договорительным прогнозам это около 6 месяцев. по договорительным прогнозам это еще ни разу не делали, поэтому все шишки там по поводу того, что вот как бы это сделать, они все будут собрали. Поэтому вот вкратце все. я вернусь к своему вопросу к Андрею Кузьмичеву, чтобы как-то подводить уже итоги. Первому глобку, посвященному NewGTLD, тут много ты не скажешь на самом-то деле. Ну, если мы услышали, 23-й год, мы знаем статистики, куда там 19-й. Андрей, для этого мы слышали 2019-й, 22-й, 21-й, 22-й, 23-й, и следующий, 24-й год. В реальности может в 25-м что-нибудь. Американское правительство, которое тормозит развитие Линзео. Это была секция сегодня Джоанна, она как раз была посвящена цифровому суверенитету, олигенте и корпорации. Давайте не будем филиал этой секции устраивать здесь. Все-таки про интерес к NewGTLD как уже у регистратора. Ты знаешь, у меня ощущение, что у NewGTLD в целом повторяет историю, которая была в 1-й год. первая фаза хайпа, затем у них охлаждение и потом выход на какое-то разумие использование. Лото сейчас очень выкрирует. Лото. Стабильное, что-нибудь, ну, неважно, отрицательный рост. У меня ощущение, что сейчас интересный вид же теории, это мы видим и по новой регистрации, по динамике продления и по сделкам вторичного и по борьбе пройти оке. хайп точно ушел. Наверное, надвижемся куда-то не в забвении точно, но в некоторое вот такое охлаждение. Есть точно абсолютно новая зонка, там ICU, XYZ тоже, кстати, нет. ICU вошел в топ-10. За счет, в первую очередь, бесплатных регистраций, бесплатных доменов, например, токила увиден, набирает объем, но дальше неизменно происходит спад. При этом есть уже достаточно зрелые зоны ее жития у детей, парк лаба, даже, наверное, онлайн уже, которые вышли на вот эту стабильность и на здоровый рост. В этом смысле то, что делает рейс, когда минус тот па, заслуживает уважения, они не хайповали, они не дивальдировали ценность зоны, но при этом это глобально успешная компания и глобально успешный бренд. В Вьетнаме первая история, вторая история, которую видно, это консолидация отдельных реестров, регистратур, управляющих диверситилогидоменами. Булдэдис скупает, Центролдник скупает, в этом смысле мы ожидаем консолидации из-за дейшей теле. Но это в принципе на регистратурных времен видно, это и про регистраторов можно сказать, и вообще про инфраструктурные компании тоже. То есть здесь это, мне кажется, не отдельно, касается только NewGTLT, это общий вариант. Ты знаешь, ты скорее про то, что условно 10 лет назад это был такой стартап, запустить зону, прокачать ее. Вот сейчас это выходит в фазу приходов инвесторов, больших денег, больших корпораций. NewGTLT в истории про стартап превратилась в историю про бизнес. Ну, начали считать деньги, правда. И корпорация Кэм тоже, кстати. потому что оценили все финансовые риски, все истории с Амазона. Мьюзик вот только-только запускается, после скольких всех этих разбирательств и перипетий. А коллеги, панелисты в зале есть, что добавить по теме NewGTLT? Теперь мы переходим к острым темам. То есть, это вот такая назатравка, она такая глобальная, разминочная. Тогда переходим к вопросам правового регулирования именных имен. Это всегда вызывает, ну, по крайней мере, интересные рассказы сразу практикующих юристов. Сергей Александрович Коплов, зам по правовым вопросам Координационного центра, зам директора Координационного центра, недавно посещал суд по интеллектуальным правам, и там как раз правоподательское лобби в очередной раз пыталась, я не постесняюсь, я понимаю, что мы даже это записываем, да, в общем, я понимаю, Катя, представитель правоподательского лобби, в очередной раз драконовский мир в отношении доменной индустрии пытались пролоббировать. Я вот так, мягко, политкорректно скажу. Сереж, если можно, вот для начала, так сказать, прежде чем мы будем перейдем к докладам, к выступлению вот немножко про историю с экспертным советом СИПО. Сереж, за меня неспасибо. Да, 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 сразу хочу сказать, что Катя замечательный человек, представляет то самое сообщество из Сумерек вампиров правообладателей, вот, и для этого обладатель очень красиво и для суставов. Да, ну, это были не нападки правообладателей, это были, это было заседание научно-консультативного совета при суде по интеллектуальным правам, не сам СИПО, а его, где собираются, так сказать, эксперты, которые, так сказать, я имел честь, когда спать. Вот, и был я, не только я, был еще Антон Геннадьевич Серго, это все происходило в Суме, мы, так сказать, пытались оставить свою позицию, суд в следующем, да, суд в следующем, я попытался обратить внимание суда, не суда, простите, консультативного совета на опасность подобных подходов, что такое экспертный совет, на него выносится на вопросы, которые возникают затруднение у судей, какие-то вот обобщенные судебные практики, как поступать в этом случае, как поступать в этом случае, экспертный совет дает свои рекомендации, потом это все трансформируется, чем, дальше, чем это знак, это трансформируется в справку, информационную справку президиума суда по интеллектуальным правам. Что это означает? Так как этот суд является кассационной инстанцией по подобным интеллектуальным спорам, прежде всего прочего, то вот эти справки носят как бы уже прецедентный характер. то есть суды незастоящей инстанции этими справками руководствуются и дальше в своих делах, если они рассматривают похожие вопросы, они уже рассматривают их так, как рекомендуется вот в этой информационной справке президиума суда по интеллектуального права. То есть это достаточно длинная процедура, но это все проходит статью экспертного совета. Собственно, я пришел в судах и экспертный совет существует начиная от московского арбитражного и выше вверховного суда. Вот. И одним из вопросов был поставлен такой вопрос, является надлежащим методом пресечения, нарушения интеллектуальных прав, снятие идентифицирования с домена регистратора по решению судов. Ну, кажется, очень маленький вопрос. Я здесь вследствие своей паранойи, сразу представим красивую карту, капающую кровью, уже и радостно обращенный к регистратору, я тут сразу увидел опасность. Что, в чем она состоит? в том, что если подобный метод пресечения судов будет признан эффективным, в конце концов и войдет в судебную практику, что так можно пресекать интеллигирование с домена к сайту или в части товарных знаков, и этот метод пресечения признан эффективным, пойдет прочно. Что, следующий шаг, вот он такой маленький, и он буквально вот следующий, прям как от любителя ненависти, один шаг, и вот здесь тоже сам, следующий шаг признание регистратора информационным последником. То есть, если суды под Мазарова, сколько людей желает этого, показывается наше одновенный съех суд и преимущество на регистраторе. Можно сколько угодно спорить, мы вот господином Мальцовы вот там на лавочке до дождя успели, минут 40, наверное, рубили по этому поводу, можно сколько угодно спорить, а попадает он, не попадает. Это я на всех судах предваряю, просто твой комментарий. Если угадал. Нет, все, тогда заткнулся. И вот я вот здесь я разном не судил против. Ну, как мог, я пишу, доказывая о том, что и не пресекает, и не зарушение все равно остается. И адресация происходит разным образом. Но главное опасность для регистраторов вторую я назвал, о том, что если будет выноситься такое решение суда о снятии делегирования, регистратор послушно его снимет. Бокс, не там еще показывают информационные последние, как там следующий битвы впереди. Но здесь получается интересная вещь. Мы все прекрасно знаем, что снятие делегирования на уровне регистратора для основного реста не означает прерывая регистрация, если где-то ну, мягко говоря, закешировался в ДНС где-то в другом месте образно говоря. Если туда пошел запрос и этот ДНС остался в кэше вот этот адрес, адрес адресующий к сайту IP адресующий, вот, тот, кто дал этот запрос он этот сайт увидит. А теперь берем простую ситуацию. Есть судебное решение, судебное решение регистратора данного, он снял ДНС, правоплодатель проверяет, да, или кто-то проверяет, а сайт раскрывается. Что это значит? регистратор не выполнил судебное решение. Налицо сразу судебное штраф. И дели доказывай обратно. Вот эту опасность я вижу. Что я хочу, какой вывод из этого сделать? Ну, вот, о том, Геннадий еще добавить, он же там присутствовал, да. На чьей стороне? А? На чьей стороне? Это не осталось. Иначе никогда не поймешь на чьей стороне. Вот, он адрес на чьей надо. Очень протяженный с огромным уважением и удовольствием отмечаю компьютер и юрист и крупных регистраторов. У меня просьба к другим регистраторам не лениться ходить в суды. Не лениться обязательно следить за тем, какие иски против вас идут. Потому что достаточно часто я вижу судебные решения, в которых написано ответик один или третье лицо не явились. Не явились, не направили отзывы и так далее. Господа, это все серьезно. То есть в какой-то момент вы вдруг увидите, что с вас снимают огромные суммы, напомню, информационные посредники в случае невыполнения требований правообладателя отвечают солидарно, наравне с нарушителем интеллектуальных прав. Правообладателю гораздо легче предъявить претензии к регистратору, потому что он годан, чем искать администратора от обмена, который где-то там находится. Типа, дальше ваши проблемы. Находите сами своего администратора и в порядке регресса пытайтесь с него взыскать кусок. Понимаете, как может повернуться ситуация. А вы будете удивляться, почему с вас симпатичная девушка Катя в тысячи пару миллионов. Ну, потому что вот так сложилась судебная практика. я просто терпегенок с ним. У меня все. Спасибо, Сереж. А Максим хотел прокомментировать? Потом Антон Геннадьевич готовится, поскольку он там в... И я думаю, что Екатерина должна быть сформулировать с их стороны видеть этой ситуации. Максим Альзова .Москва .Москва Есть такой провокационный вопрос. Как многие из нас знают, зона .ру .рф а также Москва .Москва они являются частью национальной инфраструктуры. Большинство больших правобладателей являются мягко говоря не местными компаниями. Если будет ситуация, когда систематический ущерб наносится национальной инфраструктуре с подачей зарубежных компаний, понимает ли союз правобладателей я бы сказал административные риски вот такой методики и насколько им комфортно ну как это ну я не говорю наоборот но вот как то так да спасибо . Точнее а он был на промысел . деревян это не стоит дать да насколько я даже не знаю как его перефрансировать Кать ты уже готовили пока Антон там давай пока пись Антон . Сейчас будешь . Ну я так понимаю что развивая Настя Сергея Александровича попробую текущая ситуация сегодня такова что в общем она вполне ожидаема да 20 лет шла речь о том, что либо отрасль самоорганизуется, либо ей это помогут. В момент, когда отрасль, и надежда была на то, что отрасль самоорганизуется, он уже упущен, мне представляется. И сейчас, собственно, идет та самая тенденция, да, увы, когда, собственно говоря, отрасль организует и, собственно, упорядочивают и заставляют, ну, работать по тем или иным правилам. Мы уже знаем и законодательство суверенным интернетом, мы уже знаем, так сказать, два подхода к судебной практике, да, основанные на UDRP, на четвертой части ЭГК, в защите правообладателей. На днях нотариусы обсуждали вопрос, и вроде даже его успешно решили, вот на Петербургском юридическом форуме, о том, что доменное имя может наследоваться и даже как, хотя остальным юристам не очень понятно, как может наследоваться услуга, но это уже технический вопрос. Поэтому тенденция, в принципе, она уже очевидна. Здесь, в данном случае, я думаю, что уже после сопротивляться, уже нужно, по крайней мере, выстроить взаимодействие с, так сказать, и судебной системой, и с, в том числе, может быть, даже сообществом правообладателей для того, чтобы просто сотрудничество было эффективным. Я не разделяю бластей Сергея Александровича по поводу того, что вот можно опасаться исков, связанных со, скажем, снятием домена с делегированием, потому что я думаю, что для правообладателей, на самом деле, это абсолютно неэффективный инструмент, ну, как бы, снято с делегирования домен, ну, он через день может быть аннулирован, собственно, после этого зарегистрирован снова и так далее. Инструмент абсолютно неэффективен. То, чего боится Сергей Александрович, это взыскание этих самых судебных расходов в 3 тысячи рублей за вот этот самый успешный процесс, мне кажется, это тоже неоправданно, потому что, ну, правообладателей за эти 3 тысячи будет биться только в случаях столкновения с очень проблемным регистратором, я думаю. И в этом случае, и только в этом случае он будет пытаться наказать на те самые 3 тысячи рублей, при этом 50 потратить на юристов. Поэтому во всех остальных случаях надежда и опасения связаны с тем, что вот, ну, Сергей Александрович как раз-таки на заседании НКС говорил именно о опасениях, связанных с судебными расходами. На мой взгляд, они неоправданы. А вот тенденции, связанные с активным регулированием, я бы сказал, даже за регулированием интернета, они уже очевидны, и потому что сейчас уже, ну, буквально только ленивый не пытается организовать систему доменных имен. Мы уже знаем, государственные инициативы связаны с регистрацией доменов федеральных уровней законопроекта, я имею в виду. Есть, соответственно, инициативы, связанные с судебными, как эти вопросы нужно регулировать. Есть страшные правообладатели из числа наших автогигантов, которые, так сказать, довольно активно продвигают мысли, связанные с приоритетом доменов, совпадающих с товарными знаками, например, и то, что любая регистрация домена должна сначала проходить проверку на соответствие с существующим товарным знаком. Но этот пункт, например, у меня вообще вызвал недавно в ТПП большую дискуссию, потому что коллега на автомобильных гигантах как раз и говорил о том, что регистрация любого домена должна сначала проходить проверку на соответствие и несоответствие нарушения прав правообладателей других товарных знаков. Говорю, хорошо, но вот у вас, предположим, оригинальный товарный знак из пяти букв, а мы возьмем, скажем, товарный знак «Спасибо». Как мне быть? А как мне быть, если я хочу, например, зарегистрировать домен, посвященный там «Лотусовым полям», я имею в виду, «Цветочки», где в России есть десяток правообладателей товарного знака «Лотус», у кого спрашивают разрешение. А если я хочу сделать сайт, посвященный, например, вашим автомобилям и критиковать их, не нужно сначала у вас будет разрешение на то, чтобы такой сайт создать, а потом я понимаю, что в любой момент могу решиться. Но, с одной стороны, смешно, с другой стороны, тенденции в принципе очевидны, но на мой взгляд, они достаточно просты. И то, о чем уже несколько раз говорил, задачу-то на сегодняшний день, на мой взгляд, мобилизоваться и выстроить диалог для того, чтобы это было эффективное регулирование, потому что мы, ну как бы я опасаюсь, что мы получим вот ту тенденцию, которая у нас была, так сказать, с маханием шашки, там, при встрече Роскомнадзора с Телеграмом, там, когда будут предприниматься самые разные попытки юридического решения тех задач, которые абсолютно неэффективны с технической точки зрения. Мне кажется, такая тенденция у нас есть. Сейчас патентное ведомство российское тоже проявляет большое интересное удивление в доменной зоне. есть тенденции, связанные с рассуждением его необходимости создания у нас своего арбитражного центра по аналогии с теми шестью, которые есть в мире, поскольку у нас есть, помимо наших доменных зон, у нас есть и десяток других доменных зон, касающихся типа Москва, Москва, такие сайты, которые попадают под регулирование системы UDRP. И опять возникает вопрос, опять же, отчего это вдруг споры, касающиеся наших доменов, решаются где-то там, кем-то там. Давайте будем решать сами, может быть, не совсем правильно, справедливо и законно, зато решать мы будем сами. Это обеспечит нам суверенитет. Вот такие тенденции тоже есть, и дай бог, в сутборстве поймать вовремя это направление мысли с тем, чтобы именно взаимодействовать с подобными инициативами и стараться их направить в какое-то конструктивное, позитивное русло, а не принимать как факт уже принятое решение в этой сфере. Спасибо, ты очень так хорошо обзорно рассказал, я сейчас микрофон возьму, не просит. Но могу тебе подтвердить, что мы уже не знаем, откуда ловить эти инициативы государственные, уже есть ощущение, что пора создавать джар-департамент или усиливать юридический департамент, потому что мы буквально неделю назад встречались с правоохранителями, которые естественно в доменной индустрии видят решение всех бьетов в плане интернет-мошенничества, и они считают, что вот они сняли табличку, мы им объясняем, вы увидели бордель, вот вы придя к нам к регистратору и попросив снять с него адресную табличку, вы же работу бордель не прекратили таким образом, может все, кто знает, туда продолжают уходить, и это не решение проблем-то на самом деле, а только порождение новых, ну то есть и с этой точки зрения безусловно, и законодательные инициативы связаны с созданием специального регистратора доменных именов и с изъятием доменных именов, которые собственно должны быть прописаны, то есть сами законы, как всегда у нас сейчас такая общая практика, пишут только общее положение, все должно быть отрегулировано на уровне нормативно-правовых подзаконных актов, как правило правительства. Инициатива, которая уже, по-моему, опубликована на регуляция, только сказано о том, что правила регистрации доменных имен, составляющие национальную доменную зону, должны утверждаться госорганом. Не видел, но оно будет. Короче говоря, инициатив очень много, регуляторное воздействие на доменную индустрию огромное. У доменной индустрии как раз более-менее логично есть иерархия, есть координационные центры, есть аккредитованные регистраторы, есть уже выстроенная история, есть, например, правообладателей, и определенная судебная практика наработана, но ждет нас много нового, доселе неизведанного. Катя, как обещала, передаю тебе, чтобы немножко с темы правообладателей, и потом перейдем в тысячу, чтобы комментировать, потом перейдем к доменному сбору. Ну, вы знаете, я немножко не готовилась к тому, что я сюда слово возьму, потому что я не спикер, да, но я в свою защиту вам хочу сказать, что регистраторам-то обращаемся как практически к последней инстанции в вопросах того, если какой-то сайт нарушает чьи-то права. Первое, к чему мы идем, это владелец сайта, но он, как правило, неизвестен, хотя он нарушает свою обязанность по ПЗ-информации, да. Соответственно, следующее лицо – это костинг-провайдер. Как правило, иностранное какое-то лицо, и, и потом появляется регистратором. Естественно, по закону он может ограничить доступ к информации, поэтому, собственно, по моему мнению, он может быть признан информационным посредником. Но, соответственно, если есть костинг-провайдер, который является российским юридическим лицом, вот как недавно у меня было решение, где мы информационного у посредника костинг-провайдера привлекли к ответственности российское юридическое лицо, и в первую инстанцию осудились по оботрpekりώνам, им же за то, что не был ограничен доступ к информации, хотя знала и должен был знать. Соответственно, к регистраторам, я помню, как Сергей, не помню где, но где-то говорил о том, что вся проблема в том, что не можете нам предоставить сведения даже по адвокатскому запросу, ну, не кассе, а, естественно, регистраторы, потому что есть у нас законодательства о персонале данных, которые не могут нам разглашать сведения от тех лиц, которые являются непосредственно владельцами сайта. И даже если я, не обратившись в суд, обращусь с адвокатским запросом, то мне не дадут никакого ответа, скажут, ребята, идите в суд, и там вам предоставят сведения. Соответственно, поэтому мы идем в суд, соответственно, поэтому регистратор становится как минимум третьим лицом, который предоставляет нам эти сведения. И если бы мы этот порог смогли устранить, если бы мы заранее знали, кто является владельцем сайта, то мы, как представители права области, с радостью пришли к ним. Но пока у нас ситуация такая, какая она есть, поэтому извиняйте регистратору информационных последний. Нет, вот последний не вывод, да, и это хотелка. А теперь я хочу сказать, что у нас с вами есть совместный хотелка. Более того, мы эту хотелку как-то попытались реализовать. Мы направили правительство по поводу того, чтобы нести в закон о информации положение о том, что адвокаты имеют право получать персональные данные в доменных спорах. Прошу прощения, в Роскомнадзор отправили, вообще-то, в Роскомнадзор мы отправили наше предложение, сформулировано в Удоровых конкурсах, закон о персональных данных вести, закон о информации вести. То есть мы пытаемся что-то делать. И если здесь нас поддержит адвокатское сообщество, нас поддержит правообладательское сообщество, и будет точно так же, так сказать, долбить официальные инстанции, что это надо, что это надо обязательно сделать, хотя бы в сфере интернета. И мы откроем вот этот портал передачи данных адвокатскому сообществу. Ну, здесь мы там с оговорками про ответственность, да, мы так далее, ну, кто еще распространить это. Тогда регистраторы отойнут в сторону и будут просто давать эти данные. И все, это проблема решится. Но пока она не решается на уровне законодательства. А перепрыгнуть закон мы сами, по сожалению, не можем. Согласна, но мы-то всегда за, потому что если у меня будет возможность по адвокатскому запросу получать данные владельца сайта, то я всегда с радостью. А понятное дело, что если я не физики, я такие данные не могу получить, если юридическое лицо туда, но это вообще редко, чтобы юридическое лицо было владельцем какого-то сайта. Либо это иностранцы какие-то, и мы приходим к тому, что сейчас мы имеем. Поэтому не надо на меня так серчать. Такой закон. Так, теперь я постараюсь, знаешь, не то чтобы барьировать, но тоже защищаться. Координационный центр для права обладателей работал. Много сервисов, позволяющих отследить в каких-то длинных именах есть пересечения и, соответственно, посмотреть на две имена. принимать какие-то действия. Но не только мы над этим работаем, но и регистраторы о вас думают. Вот сейчас я передаю микрофон Андрею Кузьмичеву, потому что у него еще есть некая презентация про такой достаточно интересный... Ну, сервис не сервис, да? Это, наверное, еще только прототип сервиса будущего, возможно. Давайте посмотрим. Да, спасибо большое. Я... Три момента про вот предыдущий наш трек. Первый, она не готовилась. Ага. Второй, Андрей, я не послушал. Комментарий для всех. Всем спасибо, расходимся. Про государство. Третья история. Я все-таки, наверное, выступлю... Вот два года, по-моему, назад это была история про... Я показывал еще презентацию, и все огнем загоралось так постепенно. Вот я опять выступлю на стороне такой вот технологической, технической истории регистраторов, координаторов. У нас вот просто буквально, наверное, в начале этого года разгорелась гимная история с одним ритейлером, который занимается продажей электронной техники. Начинается на буквы, заканчивается на видео. История в следующем. Да, было зарегистрировано около 50 доленов. Созвучных или полностью включающих в себя название этого бренда. Ну, условно, вот то, что я сказал, плюс 24, или там с дефисом, или без дефиса. Вот, в общем, вот в чистом виде фишинговой регистрации. Дальше была настроена цепочка редиректов, когда домен в зоне RU осуществлял техническую переадресацию на домен в зоне KZ, оттуда в TJ, и оттуда в TK, и оттуда на .com с бесконечно длинным именем, на котором находится Рашвит. Куда и перстнут? В документах мы слышали. Миша, надо подумать. Много ли месяцев еще обсуждитесь с комьюнити? Что делать с этим? Терпи. Вот, что по факту происходит? Вот, по сути, правообладатель, вместо того, чтобы пытаться закрыть хостинг в Штатах, закрыть прием платежей в Штатах, или с диригированием домен KOM, на котором фактически происходит нарушение, атакует регистратора под предлогом, что через цепочку редиректов находится сайт. И в этом смысле я опять вижу вот этот огонек, который поджигает то, как устроен интернет. И как бы привет правообладателям, я понимаю все еще легкие пути решения. В этом смысле даст снять с диригирования, или аннулировать регистратор с удомена RU, проще, чем пытаться достучаться на американского хостера. Ну, первое, давайте как бы честь иметь какую-то, хоть какую-то, Катерину, пожалуйста. Второе, что правда есть проблем, про нее правда надо разговаривать. Я уверен, что регистраторы понимают суть проблемы. И правообладатели понимают суть проблемы. Но в какой-то момент надо перестать поджигать весь интернет, снять красивые маски и поговорить, как жить в светлом будущем. призывая к диалогу против за все хорошее, против всего плохого. Вот. Но на самом деле, мы сейчас с вами говорим про историю, как бороться с нарушениями. На самом деле, прежде чем бороться, хорошо бы узнать, с кем мы боремся, и оценить результат проблемы. В этом смысле, мы думаем, мы в рут-центре думаем про это следующим образом. На самом деле, присутствие бренда сегодня в интернете абсолютно точно выходит за периметр доменных имен. Оно абсолютно точно выходит за периметр сайтов. Здесь привет, маркетплейсы, привет, поисковые выдачи, привет, социальные сети, привет, веоинформационные сервисы, привет, UGTL, и те же самые. И все это дает бизнесу способ присутствовать в интернете. По мере роста бизнеса владельцы брендов уделяют все больше внимания представленности брендов сети и защите. Я буду пролистывать презентации, потом буду, их можно почитать. Большинство людей про Россию, на самом деле, в мире абсолютно точно используют интернет для того, чтобы искать. Да, кто-то пользуется для этого Инстаграма, кто-то пользуется цельными сетями, кто-то пользуется поиском. И в этом смысле тот бизнес, который сегодня не представлен в онлайн, даже если ты шиномонтаж и услуги твои онлайн не могут реализовывать, в этом смысле тебе обязательно надо иметь, ну, не знаю, карточку компании на Яндекс-картах каких-нибудь, для того, чтобы тебе просто могли найти запросу шиномонтажа. Мы видим абсолютно растущий темп роста онлайн-торговли, мы видим здесь, конечно, вклад прошлого года в e-commerce, рынок растет, и вместе с этим растет незаконное использование брендов, начиная от фишинга, к которому мы уже привыкли, смирились, пытаемся бороться, который никто не может убедить, заканчивая какими-то более тонкими историями, связанными и с мошенничеством, и с, не знаю, свороством картинок, и тут Кате можно дать микрофон, она расскажет, как фотографии диванов отсуживали за много миллионов рублей, и киберсквотинг, конечно, мы его все осуждаем, все присутствующие, есть разные оценки объема контрафакта, но суть в том, что, короче, рынок огромный, и куча людей зарабатывает на них невнимательность, непонимание того, что происходит. Более того, если мы говорим про какой-то фишинг, скопировать сайт можно за пару минут. Есть прекрасные сервисы, вводишь URL и получаешь архив, который надо развернуть на веб-сервере и получить точную пробию сайта. В этом смысле все наши суды, UDRP, претензии к регистраторам, они все безумно бесконечно долгие. Я не призываю к моментальной блокировке и скорее подсвечиваю проблему. Вот в UR-код можно посмотреть видео, как чудесно копируется один из российских e-commerce. При этом, конечно, за этим всем стоит огромный урон, ущерб, начинают денег физлиц, денег бизнесов, потерянных доменов, просто больная тема, каждый день какие-то толпы писем приходят о том, что вот вас фишат, присылают ссылку, продлите домен, с вас 5 тысяч рублей, заплатил 5 тысяч рублей, ничего не произошло. А потом говорят, что домены за 890 рублей в год это дорого. Я простить это буду. При этом, возвращаясь к предыдущей истории, с кем судиться, как бороться, есть разные подходы к защите бренда. Сбиро Яндекс в большинстве кейсов используют эту историю, сбиро в меньшей степени Яндекс больше, используют эту историю, мы не будем на себя регистрировать никакие домены, точные копии или там созвучные или еще что-то, мы будем судиться. И тем самым воспитывают отрасль доменеров и киберскутеров. Есть другие прекрасные примеры, когда некосметические бренды и газовые бренды и банковские бренды регистрируют точные совпадения и любые переформулировки порядка 200-300 доменных зонах. В этом смысле их стратегии мы лучше займем все доменные имена и будем в этом всем существовать. Более того, если мы уже нашли через кого работать и как регистрировать, дальше вопрос встает устранение досудебных претензий или предъявление судебных претензий или судов. И в этом смысле кто-то с этим сам борется своими юридическими отделами, кто-то отдает на аутсорс компаниям за большой чек, кто-то использует комбинированные подходы. В этом смысле как мы в Рот-центре думаем про это. первое, я верю в людей и верю в сознательность бизнеса и в долгосрочную устойчивость честных брендов. И в этом смысле инвестиция в бренд сейфти, в то, как ваш бренд представлен в интернете, оно для долгосрочной устойчивой истории это пипец важная какая-то штука. В этом смысле Штаты и Европа сильно опережают по уровню развития и понимания к сожалению России. Но мы в Рот-центре хотим используя свою экспертизу про доменные днина дать истории про научение о том кто пытается зафишить тебя через доменные днина и кто пытается сделать подделки твоих сайтов. Мы предлагаем два формата продуктов это разовые выпуски для брендов и это проактивный мониторинг когда мы ежедневно сканируем все доменное пространство смотрим на все сайты и находим те которые нарушают историю права обладателей. В этот момент мы как доменный регистратор я это прощу внимание это важная штука мы как доменный регистратор казалось бы зарегистрировали в реестре доменов. Мы поднимаем ответственность за представленность бренда в интернете и мы смотрим на это сильно шире. даем сервис про то чтобы отслеживать свое присутствие в доменном пространстве. Кроме этого мы буквально на днях на прошлой неделе по-моему расширили и существенно обновили продукт который мы предлагаем право обладателям и помимо мониторинга историй про доменные сайты мы туда в периметр включаем мониторинг бренда в социальных сетях в маркетплейсах на сайтах объявлений и выдача поисковых систем. То есть фактически мы даем инструмент который позволяет найти все что с твоим брендом происходит в интернете. Все доменные зоны еще что-то я буду пролистывать. Важная история мы здесь не навязываем не замыкаем клиента на себя мы не говорим о юридических департамент мы даем инструмент технологический который позволяет и маленьким и крупным отслеживать что с ними происходит в сети с точки зрения законностей. При этом мы имеем счастье быть в партнерстве с компанией Семенов и Певзнер и если правообладателю необходимо качественная юридическая консультация вплоть до закрытия сайтов в интернете я искренне считаю что в России вряд ли кто-то лучше Семенов и Певзнера на массовом рынке работает с такими историями. В этом смысле очень рад Катю сегодня наблюдать здесь обращу внимание это один из немногих тех юристов которые практикуют и сегодня присутствуют здесь наверное Катя Антон Сергей так я вот сходу больше не скажу Вот к чему это все Да Семенов Певзнер помогает вот это выявлять юридические консультации и сами мы делаем с Семеном Певзнером на этом слайде я просто пару слов буквально Я вижу огромную проблему в России с осознанием ценности присутствия бренда в интернете и с базовой гигиены начиная с дефисом да не зарегистрировали без дефиса не зарегистрировали проект 20 лет заканчивая просто мониторингом того что с твоим брендом происходит Это первое я верю что вернее я знаю что сейчас озабочены брендсейфти только крупные бренды но по мере развития взросления и движения вперед благодать будет спускаться вниз это будет становиться типовым основным продуктом базовой гигиены я открыл офис повесил вывеску было 20 лет назад через 5 лет я открыл бизнес у меня есть присутствие в интернете и я слежу за наличием этой вывески и гигиены вокруг всего этого и это конечно все потребует трансформации отрасли подходов судебной практики всего всего но как Илья Сигалович говорил прогресс не остановим ничего работать не будет и вот между этих двух крайностей мы все время колебляемся и движемся вперед вот спасибо спасибо большое Андрей я предлагаю сейчас передать микрофон и соответственно Пашу Пикер тебе нужен Павлу Патрикееву у нас Паша вот так уже исторически сложил руководитель правового направления нашего кредитованного регистратора и групп всегда делает очень мощный обзор судебной практики под доменным спором вот давай что произошло такого наиболее актуального за последние два года что мы в офлайн формате встречались эту тему не обсуждали и может быть на что нужно обратить внимание какие-то интересные необычные кризисы Паша Паша спасибо большое Пакет Пикер пожаловать я в своем импровизированном выступлении выговорить о заключенных параметрах основных свойств права определенности баланса интересов потому что все что касается доменных споров так появилось что это до сих пор у некоторого вроде дикий запах они в той или иной степени затрагивают эти дела аспекта и помимо этого хотел бы сейчас выйти на некоторые темы которые не всегда на подобных мероприятиях или конференциях встречают но они мне кажутся довольно важными и касаются не только данного рынка а касаются вообще регулирования туда куда сейчас он идет в части IT и интернета как такового но что касается доменных споров так уж опять-таки появилось что я представитель категории нижних оскорбленных регистраторов в той части что правообладатели в основном представят свой довольно массивный блок который в общем-то протал в свою позицию и ожидаемые очевидные это правильно но в свою очередь регистраторы как уже правильные выступающие говорили они ну зачастую выступают несколько пассивно я с большим уважением к коллегам зооцентра и других регистраторов которые проявляют активность ходят суды вот как Сергей правильно обозначал которые заявляют позицию стороны регистраторов потому что но тот самый баланс интересов если мы говорим о доменах с форфисом мы говорим о регулировании важно понимать интересы участников всех сторон прав на товарные знаки он обладает определенным абсолютно так называемым правом то есть правом требования так как заявлять а регистратор у вас в категории законодательстве неизвестна но получается что регистратор как в доменных спорах так и других аспектов он нефтус сматчик для битья то есть к вам приходит правообладатель запрашивает данные чтобы подать иск в суд но как бы выдадите можете залететь в русскую новую по 152 фсд не выдадите ну залетите по абсурдному иску уменьшим сибар но районный сут боюсь не применить справки сибар и значит вывыпают новую удивительную доктрину дляents регистратора придется вместе с приставами да это исполнить опять таки хотела плакнуть действительно зарегистрировать не самые эффективные меры снятия сдвиригирования действительно далеко не рационально поддерживаем их заявлять по внутренней регистратору но они продолжают заявляться если они продолжают заявляться на практике то значит регистратору с этим как-то появляется исполнительное производство, появляются приставы, которые не очень осведомлены в том, что и как происходит, появляется палка в виде штрафов, и регистратор, в общем-то, в очередной раз попадает в такой цепнот между ссылой и харидой. Соответственно, одна из основных, если говорить о текущей ситуации с доменными спорами, это все еще лоббильность, отсутствие четкой демаркации в статусе регистратора и вообще границ его ответственности. Потому что если мы говорим про такое понятие, как сервис-провайдер, как понятие фронтационного посредника, которое язык, как законодательство, у нас это уже было 4,50 рублей, как фронтационный посредник. Для чего эта норма нужна? Она нужна не только для того, чтобы правоплатель был хороший инструмент, приходить и блокировать на тех, кто нарушает его права, хотя в этой части, конечно, тоже. Нужно для того, чтобы была правая определенность, было понимание, кто за что отвечает, в каком объеме он отвечает, и о каких условиях он отвечает. Если мы говорим про хостинг-провайдера, то с горем пополам это имеет место, хотя, опять-таки, ситуативно отход какие-то вырабатываются в конце спринта, и к регистратору такого понимания толку нет. Говорили про меры пресечения в виде диригирования, опять возвращаясь к этой теме, но, опять-таки, свойства дальменных споров, что два года назад, что сейчас, то, что ГОСКР, постоянно переизобретается. То есть буквально на днях было в очередном заседание в арбитражном суде, где судья в очередной раз спрашивал, «А почему вы, извините, за диригирование, о чем вы там навстречу, пойдете еще что-то?» Важно понимать, что одна из основных проблем дальменных споров – это отсутствие базового фундамента, отталкиваясь от которого судьи могут строить последовательную стратегию на решение дела. Им постоянно приходят самые базовые категории переизобретать. Они могут обращаться к справкам силы, пожалуйста, они могут обращаться к прекрасно написанным материалам Коэрационного центра, а еще они могут этого не делать. И, соответственно, это зависит от того, какой регион суд, в каком регион вы судитесь. Это зависит от того, какой уровень арбитраж или общая резиденция. Это зависит от того, в каком кабинете вы сидите. До практики, я думаю, Антон согласится, прекрасно знает по именам, по фамильным судам АСГМ, и прекрасно понимает, к кому попадает какое дело, и какой, скорее всего, позиции он выводит. Буквально были ситуации, когда вы называли фамилию судя, когда в одном кабинете, когда его даже не носил. Судья сказал, «Да, сняйте сдвигирование, отличие не меры, заберите к регистратору, и все хорошо». Судья в соседнем кабинете, буквально на том же этаже, третий этаж АСГМ, сказал, «Нет, это ужасно, не переводит к защите прав на самом деле, что вы делаете?». И ровно параллельно эти два дела прошли девятку, это принцессу суду и прошли силу. Ну, вот возникает вопрос, да, как существовать в такой системе правовой неопределенности, когда у вас один и тот же суд в одно и то же время наносит ровно два предуположных решения. Соответственно, повторюсь, ну, регистратором как-то с этим приходится жить. И здесь, соответственно, на что я хотел обратить внимание, это вот, соответственно, реплика, касаемо того, что если вы не будете регулировать, у вас зарегулируется реплика. О том, говорю, вот, как раз, сейчас, ранее, тоже слышал эту реплику. Мне кажется, она очень важна, потому что мы говорим про даминные споры. Даминные споры – это такая баталия, для того, чтобы представители правообладателей, регистраторов и администраторов. Соответственно, ну, в то же время, те меры, которые применяются к регистратору, та жесткость регулирования, которые законодатели по отношению к регистрациям, или те действия, которые правообладатели, да, не обращая внимания на какие-то там последствия, заявляют к регистратору, оно ведь приводит, ну, к далеко идущим последствиям. Какие приводят? Ну, сейчас довольно проблематична тема в интернете в целом, а это в некотором смысле цензура, частная площадка, так называемая, да, позитивная дискриминация, когда мы говорим, что есть а-ля стриминговая площадка Twitch или YouTube, которые, да, в рамках, вводят системы, там, DMCA или иные, которые позволяют, в общем-то, удалять пользовательский контент и блокировать пользователей. Очень часто можно слышать, что это абсолютно несправедливые системы, что очень плохо поступают эти компании, потому что работают плохо эти системы. Возникает вопрос, почему они это делают? Но здесь позицию хорстинга, да, и регистратор, можно сказать. Потому что поставь себе позицию такой компании. Значит, нет правовой определенности в законах, нет определенности в практике. От вас постоянно кто-то что-то требует, как обладатели, данные, МВД, данные, Роскомнадзор, там, может к вам прийти по персональному, там, и так далее. Какой самый простой вариант для вас в этой ситуации? Ну, либо вот бегать по судам, обладать так большим хаосом, отставить свои права, либо закрутить гайки в договоре в своих политиках таким образом, что, в общем-то, клиент нос не высадит, насколько это возможно. Да, и поэтому, просто это один из астектов, который, наверное, своим спичем хотел затронуть, что все эти вопросы, связанные с границами ответственности регистратора, они касаются интереса администраторов и пользуются их в том числе. Потому что, если регистратор попадает под удар, он всегда попадает под удар, он будет пытаться эту ответственность каким-то образом. Если не снять, то распределить очевидным образом. И это будет отражаться на администраторах. Соответственно, и когда мы говорим о регулировании доменных споров, когда мы говорим о категориях, как и могут быть заявлены, мне кажется, об этом тоже нужно думать, потому что это очень важный момент в том, чтобы вот эта жесткость регулирования, те институты, инструменты, которые вводятся, они не порождали ситуацию, когда просто будет перекидывание дольверных проб, перекидывание горячей картошки от одного судья, или другого, да. Соответственно, ну, текущая практика, связанная с доменными спорами, как я ранее сказал, в общем-то, она этому способствует отчасти. Возвращаясь к теме актуальных проблем, связанных с регистраторами, это вопрос того, что, опять-таки, он запомнил, в частности, больше. Но, наверное, да, 3000 рублей, владетели, потому что страшно, когда вы крупный регистратор, который у вас по 30 дел в месяц, и, например, текущая модель 26 КПК, она, например, дает возможность, да, и, кто не знает, пояснен, обратиться в Мосгорсуд, например, с заблокированием там сайта, на котором разрешен какой-то аудиозуальный материал, в порядке происходит законная информация. Ну, и вот, допустим, в данном случае, например, в России-то не заблокировали. Значит, вас привлекает исключительно информация, то есть вы подавите отца, судья вас даже не читают, такие дела рассматриваются исключительно на основе протокола осмотра сайта Роскомнадзора. Судья удивляются, они ставят на 9 утра в Мосгорсуд, ты приходишь на 9 утра, с отцом, довольный, они тебя как-то идиоты смотрят, как-то зачем ты пришел, мы это как бы быстро распутываем, заблокируем все. Но возникает момент в том, что пошлику затем можно взыскать с этого самого субъекта, в частности с хвостник-провайдер. Возникает вопрос, чем хвостник-провайдер виноват? Ну, предоставить услугу. Вроде эта услуга людям нужна, но в то же время закон построен таким образом, что он является крайним в этом случае. То же самое является с регистратором. Но, допустим, вот мы говорим про снятие с диригирования. Допустим, практика функционирует так, что да, это хорошее требование. Сейчас не будут касаться технических нюансов представлен. Но, опять-таки, возникает вопрос, существует инструмент за искание расходов представителя. В данном случае требования будут удовлетворены к одной стороне. Возникает вопрос, ну, почему регистраторы, извиняюсь, виноваты? То есть, какие выводы ему из этого нужно сделать? Вот к нему заявляют о снятии с диригирования, он это сам сделать не может, допустим, потому что текущий в этом редакции, допустим, правило КЦ, он самостоятельно сделать без решения суда не может или там предписание комитетной организации на предписание по присуду когда поданной заявки. Вот в суде это решение. Издали, вот регистратор снял с диригирования, вот он какую-то там пошлину оплатил. Даже если это 3 рубля, а если это 5 рубля, возникает вопрос, а, опять-таки, баланс интересов, даже сколько это справедливо, почему service provider, лицо, в итоге, вроде осуществляет некую социально полезную функцию, он получается в таких ситуациях каждый раз крайне. И поэтому один из основных моментов, которые, вот, взаимодействие, мы хотели его транслировать, которые, ну, понятнее, они сильно интересуют правообладательными. У них, очевидно, другие интересы, опять-таки, я не могу их винить, все понятно. Он не сильно интересует администраторов, потому что, опять-таки, у них своя доля. Но вот меня, как представитель регистратора, он не может меня беспокоить. И, повторюсь, те изменения, те обсуждения, в рамках которых ведется разговор о дальних спорах, он обычно вот этот аспект, в некотором смысле, если не выпускает, он так уходит в сторону, то есть обсуждает какие-то глобальные вещи, либо вещи, там, связанные с, да, вот, меры пресечения диригирования или меры непресечения. Но, повторюсь, возникает вопрос, а какие последствия, да, реально для рынка, для субъектов этого рынка порождают такие решения? И, наверное, ну, так подытоживая, повторюсь, говоря о современных, да, дальних спорах, об актуальной ситуации, ну, это все еще и какие-то, это все еще и гикий запад, оно устаканивается в некоторых аспектах, но появляются новые кейсы, появляются удивительные кейсы в обновение, связанные с тем, что некоторые киберспорды, лица, которые регистрируют сайты, да, с каким-то брендом, они, например, находят в сети публичные доступные паспортные данные некоторых публичных лиц, можно называть, как их, регистрируют на них, а потом регистраторам дает эти данные, и судья оказывается при другом, привлекатель, например, Олега Тенкова, делал одновленных спорах, да, или не привлекатель. Вот, это вот удивительное дело, буквально мягко он взаимодействует, вот, то есть одновленные споры они перестают удивлять, в этом часто очень интересная область, но, повторюсь, что не изменилось, скорее всего, не изменится, пока не появится четкая дефиниция, пока, в общем-то, не появится, может быть, изменит как-то там, арбитраж социальный, как тут не упомянулся, может, еще что-то, не знаю. Но то, что осталось неизлучено, то, что происходит переизобретение, было себе это каждый раз, правополазию обращают в суд, регистратор защищает свои интересы, каждый раз, в некотором смысле, подбрасывает монетку в Москве, он его подбрасывает с определенной вероятностью, где-нибудь в Самаре, там, с другой вероятностью, да, другая пропорция. Это все время бросок монетки. И я от этого не выиграл ни регистратора, от этого не выиграл ни правообладателя. Вот. Поэтому, наверное, несколько суток и спонтанных спиц я завершил, надеюсь, что-то я не сказал. Спасибо большое. Я, пожалуйста, буквально одну реплику хотел бы добавить. Здесь есть еще одна опасность, как всегда, как-то вот паранойка, да? Но если бы такого не случилось, если бы я не считал бы такие решения, слава богу, у них пока мало. Вот Олег Тельков — это попитый. Педа, когда администратором домена делают ни в чем не повинного человека, используя его персональные данные. И после этого дворят на нем безобразие. Вот. Были случаи, когда людей за экстремизм принимали, то самое, привлекали, и уж до нарушения интеллектуальных прав тоже осталось чуть-чуть с миллионными компенсациями. Вот это еще одна очень большая опасность. Спасибо. Так, Паша, у меня, знаешь, какой к тебе комментарий, предложение Антона, ну, вернее, не Антона, предложение Роспатента. Они начали очень активно работать с Боис. Как только у Боиса появилось российское представительство в Москве, я так смотрю, действительно, Роспатент стал гораздо больше внимательнее за дворикой ДРПи. Как-то, ну, не без нашей помощи мы подтолкнули их к идее создания национального обедражно-посредственного центра не пока, не применить, даже на советского пока, сейчас подумаешь, не применительно к доменам РОРФ, а применительно к нью-джетелтей. Вот, в твоем мнении, насколько востребована такая будет услуга, как рассмотрение доменов, ну, понятно, домены споров на русском языке, российским центром, но в других доменах, кроме как вот национальных. Спасибо большое. Тут несколько аспектов в необходимом связи. Первый, наверное, в целом, что такие механизмы, связанные с электролиом, связанные с гидиацией, они, к сожалению, в России применяются по стойку-поскорку, ну, то показывает практика интеграции закона о медиации, то показывает статистика количества арбитражных споров в других категориях споров, однокоммерческих и так далее. То есть тут момент в том, что, в общем-то, лица правообладателей, когда идут в суд, они, прежде всего, хотят быстро, оперативно получить решение, которое может быть имплементировано на практике, ну, посредством, в частности, судьбы исполнения наказания. По статистике, вот, которую я с твоей стороны могу сказать, ну, процент тех дел, которые нас привлекают только ИДРК, и процент тех дел, которые, в общем-то, рассматриваются национальными, в судах он, конечно, абсолютно не сопоставил, и по понятным причинам просто. Потому что, ну, повторюсь, российским правообладателям, им куда проще обратиться в суд, учитывая вот неопределенность, о которой я сказал, причем он неопределился с уклоном в суде в сторону правообладателей, получить там исполнительный лист и пойти по нему исполнять. Если мы говорим про арбитражи, то в любом случае тоже, да, ИДРП, он дает возможность принесения решения, например, затормозить его имплементацию посредством обращения в национальный суд. К нами тут, соответственно, возникает несколько вопросов. Первый вопрос связан с тем, ну, насколько, учитывая в целом историю имплементации таких инструментов на Российской Федерации, это вообще будет пользоваться популярностью. Ну, я скорее всего время просто покажу. Второе, это насколько этот инструмент будет пользоваться популярностью правообладателей учитывает, о чем сказал, то есть имплементацию и реальную выполненность этих решений, именно, опять-таки, временные затраты. Третье, насколько это с точки зрения финансових будет, опять-таки, выгодным для участников. В том смысле, что правообладатель подводит оценку бюджета, когда он в суд обращается, занимает, например, консалтинг, он платит пошлину. Здесь то же самое. Он обращается в UDRP, необходимо заплатить определенные финансы, и возникает банальный вопрос. Учитывая спецификус имплементации, учитывая стоимость и учитывая в целом наше отношение к инструментам арбитража и так далее, насколько эти три факта будут способствовать популярности или работе актива этих центров. Но тут я, к сожалению, затрудняюсь ответить. И также очень бы хотелось, чтобы этот центр выполнял не только функцию альтернативного рассмотрения споров, а чтобы он, прежде всего, способствовал выработке экстренального или какого-то понятийного аппарата, причем того понятийного аппарата, который будет осуществляться, у него выработка, в диалоге с судебной системой. Потому что, если появится такой арбитраж, он будет жить на своем власти реальности, рассматривать его дела, может быть, очень высоко квалифицированным, будет очень хорошо, но это не будет никак отражаться в судебной практике, а в осуществлении все же будут через судебную систему, то возникает опять вопрос, насколько его польза совокупна для доменных споров, как вот такой отрасли. Поэтому отношусь положительно как к эксперименту, как к тому, к чему, наверное, это некоторый этап взросления, показатель. Но, как у юриста, у меня, повторюсь, с учетом вот этих «но», есть некоторые сомнения и некоторые ожидания, при условии выполнения которых я рассматриваю этот институт как полезный и работоспособный. Спасибо большое, интересная точка зрения. Кстати, вот юридическим департаментом УКЦ она поддерживает словно, насколько я помню, но мы тоже опасаемся, что это не будет конечной инстанцией. Вот в чем дело. А если это не будет конечной инстанцией, тогда как бы в чем синус? Ну, посмотрим. Антон Геннадьевич, подведите, пожалуйста, итоги правовой части нашей секции. Ну, неожиданный поворот. Ну, я попробую с большим оптимизмом, да, теперь уже обозначить позицию. Как и Павел, отношусь со сдержанным оптимизмом к идее российского, скажем так, арбитражного центра, ну, потому что, в принципе, особой потребности можно сказать, что в нем нет. Рассмотрение спорта на русском языке, где есть острой потребности нет. Рассмотрение спорта на русском языке, в принципе, ведется и других арбитражных центрах, и в этом смысле особая проблема... Украинскими арбитрами? Нет. Есть такие примеры. У меня арбитры есть разные. У чьих языков? Тройди врага. Сергей Александрович, если переходить к наличности арбитов, я могу сказать, что, например, болгарские максимально лояльны к российским истам, вот я просто обобщаю статистику как представитель российских истоков. При этом отдельные арбиты, владеющие русским языком, но имеющие, судя по всему, постсоветские корни своего прошлого, вот они вызывают не большее трудности, то есть, при зрении объективности рассмотрения споров, но это субъективное заблуждение представителей, не более того. У нас есть шесть арбитрарных центров и соседей по чешским арбитрарным центрам. По крайней мере, арбитрарный центр Борисович на сегодняшний день рассмотрел порядка 50 тысяч споров, недавно я в общем-то об этом властвовались. Россия занимает двенадцатую строчку в числе языков стран-ответчиков, то есть, русский язык, собственно говоря, находится в двенадцатом месте популярности, заслуга русских киберсплотеров, популяризация русского языка в элитуральных центрах мира. Да, это люди, которые, собственно, обеспечивают себя, обеспечивают рынок. Поэтому, на мой взгляд, потребность в таком центре все-таки, ну, она достаточно условная. Рассмотрение на русском языке есть. Что у нас этот центр? Может быть, более быстрое рассмотрение споров? Может быть, поэтому он будет востребован. Может, он будет более дешевым? Может быть, это обеспечено востребованностью. Если он будет ничем не отличаться от тех же центров, которые есть за рубежом, он не будет востребован у российских правоплодателей в силу, ну, будем говорить прямо, более листого доверия к отечественным судьям, разве то, что у вас нет компактного примустиза с этим судьей, да? И во всех остальных случаях проще доверить рассмотрение таких споров независимым иностранным арбитрам, равнодолённых от всех участников процесса. Всё-таки административные ресурсы, прочие инструменты, давление на студии теркейских судов – это, к сожалению, русская специфика, которую до сих пор всегда будет хотеться избежать. Но я стимизно смотрю на будущее дальней зоны. Андрей Александрович, мы начали разговор, что уже было 20 лет, это началось. У меня что-то такое подозрение, что через 20 лет он закончится примерно тем, что он был 20 лет назад. Ну, то есть, мы придём к тому же, немножко в другой форме, да, и на новом… В вечной путь, я, конечно, уже угаснулся. Ты хочешь, пойдёте понимать. Да, поэтому я допускаю, что в силу цикличности мы как раз вернёмся на тот же самый этап. Спасибо большое. Я допускаю, что, на самом деле, сама система удаленных зон – это тоже временный этап, который мы всё ещё никак не преодолели, и, возможно, дальше мы идём чему-то новым. Всё это время, да, это уже такой философский акцент. Да, давайте, да, прокомментируйте право, конечно. Уважаемые коллеги, я хотел узнать, какие громкие кейсы 20-21 год во время пандемии были. То есть, если озвучите, будет очень интересно, каким доменом сложный и интересный процесс. Спасибо. А громкие к какому критерию? Ну, интересно. Обычно интересно. Или вызвавшие большое общественное раунство. Да их, по-моему, тепловых не бывает. Оно каждое к победному полю. Я думаю, коллеги самостоятельно. При любом стартов не дадим знать, чем кончится. Может быть, какие-то короткие, или относительно красивые домены. А может, ты конкретно больше про какой-то конкретный домен? Я без слова слышу. Ну, тут уже у нас есть предположение. Не-не-не. Если это то, что немцы и еврейский бизнес-клуб, нет? Или нет? Я по-другому. Я по-другому. Я вижу интерес российских крупных правообладателей к иностранным доменным зонам. Ну, вот по практике, мне прям интересно показались дела, которые проходили, касающиеся компании «Валберес», компании «Вконтакте», которые уже проявляют интересы иностранным доменным зонам. Раньше этой тенденции, на мой взгляд, не наблюдалось. Видна экспансия российского бизнеса. Он растет. Он выходит за пределы территории России. Ну, и здесь, наверное, форум искусства пандемии собирался вложить на роль и на сочетание развития бизнеса. Что касается интересных дел, ну, действительно, каждый интересный, каждый как-то первый раз. Я могу выделить, прежде чем называть какие-то конкретные, наверное, появление некоторых новых категорий, по крайней мере для нас, категории, связанные с тем, что обострились угоны во время пандемии, угоны домена на хайман, ввод их, и появились определенные специфические категории судебных дел, когда детство обращается к регистратору, в целях того, чтобы признать процедуру, да, называемую сделкой или действием, незаконной, потом, по тем или иным основаниям. И вот судам приходится давать правовую оценку, соответственно, там вообще, что такое сменение регистратора, а как регистратор делал границ по проверке, например, того же ИЦП и так далее. Вот с этой категорией до пандемии я не сталкивался, а во время пандемии у нас буквально там, да, это 3-4 дела такого рода появились. Помимо, опять-таки, если это называется что-то интересным, Дела, связанные с то, о чем я говорил, да, снятие с диригирования, но, опять-таки, попытки протолкнуть дополнительные меры, наложить на регистратора, связанные, например, с той же премодерацией, ну, это тема вот нашего любимого правообладателя, значит, касаемо того, что регистратор должен, значит, иметь возможность отсекать регистрацию определенных доменов с подачей костей и смешения с теми или иными доменами менеджерного бодса. Опять-таки, во время пандемии, по какому неведомому для меня причине, такие дела начали вдруг появляться. Опять-таки, неожиданно начали пересматриваться базовые категории вроде статуса правил коэкционного центра. У нас недавно было на уровне Сипа дела. Опять-таки, казалось бы, такая старая пройденная так, но вот вновь была оценка, попытка сказать, что правила коэкционного центра не могут протереть на хандайс, что то, что регистратор на них ссылается, это что-то очень несущественное. Поэтому я не могу назвать каких-то громких дел, которые что-то перевернули, даже что-то изменили, но можно просто отметить, что продолжается то самое изобретение коэкция, и продолжаются появляться какие-то небольшие точечные новые категории, Повторюсь, если привязывать именно к пандемии, то это связано с угодно, это связано с мошенничеством. Не связано с доверными спорами, опять-таки, начали появляться новые типы обращений в правоохранительных органах, особенно в период выборов, которые проходили при попытке подделки связанных с голосовами, например, все, что связано с ЦИКом. Если мне память не изменяет, у нас как раз в прошлом году у ЦИК появилась возможность в судебном порядке, и, так сказать, какие-то подобные роды блокируют, он был анабелл. Соответственно, возникали некоторые новые категории, которые в рамках досудебного взаимодействия. Поэтому, ну, о каком-то конкретном деле нет, вот мы, наверное, о том, о котором мы говорим, где пытаются, значит, мне кажется, это такой… Какой данный? Название сейчас не назову, могу просто посмотреть. Интересно. Я, надеюсь, не новый транс, и, надеюсь, вам не придется начаться краснеть этих киберспоттеров, которые будут у нас подменять на Владимира Владимировича и на другие популярные личности. И нам, судьями, придется сидеть и думать, как из этой ситуации выходить, чтобы из мухи, так скажем, слова не разошли. Я просто до какого-то сверху уже находит. Но, на самом деле, я не припомню, чтобы у нас были какие-то дела за последний год связанные с регистраторами. Но если говорить про домен, именно вы сказали про адрес. В Комерсанте недавно была статья, которая называлась «Птички пошли по ягодам». Это я бы дала иск в Москву в суд, но он касается того, что на адресу распространяется Кожарпак. Там нет требований, которые заявлены именно к регистратору, они заявлены к владельцу, и, соответственно, у них, по-моему, одно лицо совпадает, и владельцы заходят в одном лице. Чем закончится, непонятно. У нас еще не было пока заседания, пока приняты предварительные меры. Ну, и еще одно дело, про которое я уже упоминала, что мы выходим в права для предприятия ответственности, взыскали с него компенсацию, как с информационного посредника. Прошли две инстанции, и вот в июле нас ожидает СИБР. Ну, таких дел, на самом деле, не так много, где хостинг-провайдер прибегает в качестве информационного посредника, но, если честно, он совсем вам наделал. Макхост и интернет-хостинг. Я вам сразу скажу, что если они будут себя дальше так вести, и будет еще ждать список судей. Вот так вот. Есть ли вопросы, связанные с правовой частью нашей секции? Если нет, тогда я приятного ответа сказать, что вы тут просто прямо зазвучали, можно сказать, что кого ждет, если будут как себя вести. На самом деле, мы, во-первых, за полчаса должны обсудить еще две темы. И они, кстати, такие достаточно интересные, и тоже нелегкие, и острые где-то. Эта тема связана с развитием вторичного рынка. И я, собственно, тогда сейчас прямо Андрею возвращаю его вопрос. Что было такого интересного за последние два года именно на вторичном рынке? Какие сделки замминающиеся? Ну, все, что было про судебные споры, теперь можно поговорить про вторичку. Ну, и второй блок – это регистрация освобождающихся доменов. Что мы будем с этим делать дальше? Но начнем пока с презенции развития вторичного рынка. Кто из вас первый – Илья или Андрей? Пожалуйста, можно презентацию? Нет. Ты же… А вот, или там, в какой-то момент. Ой. История. А? 807. А? 807. Да. Она. Меня зовут Илья. Сегодня я представляю компанию i7. Компания i7 – это сейчас первый, ну, это первый аукционный освобождающийся доменов в Рунете, который являлся агрегатором. Также на текущий момент, об этом чуть позже, мы в прошлом году стали самым крупным аукционом освобождающихся доменов по количеству регистраций освобождающихся доменов. Ну, и кроме всего прочего, мы являемся в крупнейшем России РСНГ-брокером Айки Адресо. Что нам принес последний год? Так называемый COVID год. В интернет пришло много новых пользователей с точки зрения тех, которые начали попробовать зарабатывать в интернете деньги. И мы, как аукционный освобождающийся доменов, это на себе ощутили. Произошел рост на 53% относительно прошлого года на количество регистраций освобождающихся доменов, но в деньгах это на 44% выросло. Это пользователи недомейнеры по ощущениям, с тем, с которым там общается техподдержка. Это пользователи, которые в большинстве своем хотят заработать на трафике, на освобождающихся доменов там. Соответственно, цифры приятные, но это недомейнеры. Мы пришли на этот рынок в 2015 году, и поэтому я сделал сравнительные диаграммы. Что было в 2015 году? На рынке не было профессиональных перехватчиков освобождающихся доменов. Это были регистраторы, у которых услуга освобождающихся «Рудэн», сокращенным доменом, была как смешанная. В силу объемов рынка, более 70% рынка принадлежало «Регру» и «Рудцентру», мы вот видим. Было много небольших регистраторов, там вот после «Селлнэймс» там еще большая нарезка. Что произошло за шесть лет? Во-первых, много непрофессионалового рынка вообще, в принципе, отвалилось от этой услуги. Пример там у «Нетхаус», «Сентрауреек», «Вэбнэймс». Это просто нереталево стало непрофессиональные услуги. Но в то же время появились профессиональные компании. Большую долю внизу экспарт занимаем мы, также большую долю взял на себя тоже агрегатор, который после нас появился там «Ардис», «Селлнэймс». Доля лидеров тех лет значительно уменьшилась. Или это в штуках или в недах? Это в штуках. Это на начало года, а не сейчас. Это на май месяц, в 2021-м. Что с «Ардис». Ну, вот это была статистика. Не ты статистику считал по этому? Ну, а статистика открытая. По регистратору, с которой прихватили. В количествах, да. В количествах, да. В деньгах она… Другая. Лидеры. «Экспар», «Ретардис», «Селлнэймс». Точно. Она немного перераспределена между ними, но также лидеры те же самые. Тройка лидеров та же самая. Рынок освобождающихся доменов, он напрямую связан с количеством доменов, в принципе, регистрации доменов. Основные заменные зоны – это зона РО, ну и зона РФ вторая. Что мы видим с зоной РФ? Динамика, конечно, утручающая. В том числе, в мае этого года она впервые опустилась в меньше 700 тысяч. Такой знаковый момент, неприятный. Пик был в 11-м году, в декабре, 952 тысячи. Немного миллиона не дотянули. Потом она начала дорастать. Кстати, вот видно такие острые пики. Это они связаны с тем, так называемым биг-дропом в среде доменеров. Потому что регистрация открылась зона в один момент, почти, можно сказать, если не считая прийти на регистрацию 11 ноября. И вот в декабре каждого года до него происходил рост и потом пики. Но что мы видим? Что последний такой еще рост продолжался до 16-го года, а потом пошел спад. И мы видим, что, во-первых, уже пики прошли. И в средоминейской среде уже такой тоже мем пошел. Уже не тот биг-дроп РФ. Как-то вот так. Она почти уже выровнялась. Но году хороший был. Ну, я бы не сказал. Пойди сюда. Да. Что происходит в зоне РУ? Я вообще, в принципе, мое личное мнение, что рост доменной зоны национальной, он напрямую связан с экономическим ростом страны. И мы видим, что, опять же, до 14-го года был резкий такой вверх идущий рост. Тогда вот такой пик до выхода, как уже слово сегодня произвучало, на плато, произошел в 14-м году. Все помним, что в 14-м году произошло в нашей стране. Потом был некоторый рост. Пик произошел на пяти с половиной миллионах. И там произошло событие в 17-м году, когда повысили почти в два раза цену на регистрацию доменов. Были долгие дебаты, что произойдет, будет кардинально уменьшение на зону. Как видим, оно упало на полмиллиона. Ну, это 10% примерно. И после опять началось то же самое плато, на котором мы уже несколько лет стагнируем, что меня, честно говоря, очень расстраивает. Но все равно, если увеличить, присмотреться, чуть-чуть рост есть. И я вот с большим нетерпением жду, когда мы еще раз, второй раз пробьем вот эту цифру в 5-м году. Мы уже вдруг несколько раз пробивали вверх. Как только пробьем и не упадем, я вот с большим терпением. Да. Ну и зону SU. Во-первых, чтобы хотелось бы сказать, почему только еще так красным выделено. Среди пользователей с вводом UGTLD произошло такое, обычных пользователей, не домейнеров, размытие вообще, понятия доменных зон, про что они. Многие уже, обычные пользователи, не понимают, что SU это вот Советский Союз. Для них это какая-то тоже типа новая зона, в которой просто много доменов свободных. Многие пользователи даже не знают, что это такое. Ну, на самом деле, да, это Советский Союз. Уже последние 10 лет оно баллотировало там 100-120 тысячах. Такая стагнация тоже баллотов уже 10 лет идет. Вот. За год произошло падение на 2%. Что знаменательного произошло за год значимо в этой зоне? Зона изменила своего администратора. Функцию принял Рос не Рос. Новые администраторы зоны впервые вот за многие годы хоть какие-то начал действия применять оздоровлению, может, современеванию каких-то правил. Они вот подключили к системе реагирования к эмпетентным органам. Сейчас, насколько я знаю, вот с директором я уже разговаривал. Они ведут разговоры о том, что сделать безбумажную передачу по трансферкам, подобную, как в зоне РУ. И, возможно, такую же систему регистрации освобождающихся до метра. Что еще произошло за последний год? Интересная ситуация. Год назад в зоне на КРУ было 53 кредитованных регистратора. На сегодняшний момент их стало 87. Ну, более чем в полтора раза. Что это за регистраторы? В большинстве своем это регистраторы аффилированные. И были созданы для рынка освобождающихся, освобождающихся до метров. Практика... Мне нравится, что в принципе практика мировая. Потому что в международных зонах кредитованные регистраторы, как в зонах КОМ, НЕТ, для регистрации освобождающихся до метров профессиональные перехвачки имеют в своем пуле от 100 до пика лучшие годы до 600 регистраторов у одной компании. Даже не у групп компании. У нас, конечно, в силу объемов освобождающихся до метров и количества, и денег меньше, как следствие... Доменов меньше обладать, денег меньше, ну и, как следствие, регистраторы. В основном, просто пришлось на это. Что еще тогда знаменательное? Не знаю, как все может подправить? Нет. Мне кажется, по-моему, рекордное количество регистраторов решилось. По тем или иным обстоятельствам, по разным, насколько я знаю, аккредитациям. Четыре регистраторы, некоторые были на грани, то есть там уже ФНС приняло решение о ликвидации, они там чудом выплыли. Соответственно, то есть, если их учитывать, что сколько-то было, рост в 38, при том, что было в прошлом году, в 53. Ну, мое мнение – это отражение цивилизованности, рынка. Ну, послушно дальше, что я так понял, о планах уже озвучено. Какие еще ждать рисков и нажот? О проблемах. Секция. К счастью, вот я так понимаю, вопросы Росконадзоров, включая доменов, они так немного приутихли, устаканились. У меня, как по компанию ведущей в отрасли IP-дресов, РКН вот затрагивает, в Телеком среде, какая-то РКН сейчас кошмар, владельца IP-дресов, там новая система, вот как суверенный интернет, вот, домены, как все устаканилось. Ну, ходят в куланы такие разговоры о том, что вот встанет один регистратор, там, не дай бог, как я имею отличное мнение, просит Телеком, регистратор через госуслуги будет регистрировать, но пока никаких разговоров нет, надеюсь, не будет их, минимум не скоро. Ну, приедешь, спасибо. Все остальные проблемы обсудили вроде. А что касается NewGTLD, какие проблемы там? Ну, во-первых, да, пользователи уже хорошо знают, что так куча зон появилась с NewGTLD, они уже относятся к ним не так настороженно, наверное, половина регистрации от зоны ком, или больше, это NewGTLD в сумме, но там появляются новые проблемы. С одной стороны все слышат, администраторы зоны разоряются, продают свои зоны из-за нерентабельности. отражается эта нерентабельность администраторов зоны и на пользователях. Особенно на пользователях, которые администраторы нерентабельны, но они взяли, подняли цену в 10 раз, там, до 200-300 долларов. Ну, интересно, да? Ну, плюс 8 в компании, нет? 300 долларов в год? Ну, подписывались-то они по 20, но в 10 раз рост, и можно сравнить с другими зонами. То есть, если это реальный бизнес, любой, любой человек до 1000 долларов в год вообще нет? Ну, кому-то да, кто-то, может быть, на это делал став, что, может быть, не зону Network мы сейчас зарегистрировали. Ну, раз от 2 долларов в 10 раз до 20, я давно, в 10 раз до 20, я давно. Да. Пример второй, например, у нас была зона .o. Пользователь зарегистрировал домен, потом продлевал, там, вроде, 10 долларов, и на третий год вдруг реестр решил, что этот домен вдруг станет премиальным. То есть, он был обычной регистрацией, стал премиальным. Ничто не мешает администратору, даже если кто-то зарегистрировал премиальный домен, точно так же премиальный домен увеличить несколько раз. То есть, нет никакой стабильности в плане цены у пользователей, в принципе. Мне сложно представить, чтобы подобные вещи происходили в CCDIL в зонах, например, в точках. Поэтому, риск определенный и есть, и если сайт станет популярным, или же в DLD, это, ладно, до 200 долларов. А тут ему скажут, ну, это премиальный домен, он завтра, в следующем году будет 20 тысяч долларов стоить, или там, 100 тысяч долларов, ну, как бы, реально же, вполне может администратора сделать. Как-то так. Спасибо. Спасибо большое. Я, как сказать, слушая и смотря на презентацию, вспомнил еще один интересный момент. Как раз, фишинг в домене.ru во много превосходит, чем, допустим, в VF, или в NewGTLD. То есть, все-таки, фишеры выбирают классические VF вещи, что называется. Понимаете, таким доменом зонам будет происходить. По-прежнему. То есть, пока вот это, даже в таком аминте чувствуется. Так, Алексей Роктов, ты как-то прокомментируешь? Или мы пока... Не, я хотел сказать спасибо Илье, потому что я нам дал три, три абсолютно потрясающие идеи, да? И еще, и еще девушек дал. Первое. Нужно, чтобы это три происходить происходить нужно отдельно комментировать, чтобы это были профессионалы своего дела, как бы, да? Это первое, ну, как бы, когда угодно, он в домен зарегистрировать или подкрыть, а перехватить только в отдельное время, это вот, и там надо только профессионалы, за отдельные деньги, отдельные аквентации, лицензионные переклады. Это, мне кажется, идея потрясающая. Это первое. Мне кажется, потрясающая идея, чтобы со временем, если домен, как бы, долго им пользуются, он ставился премиальным. Потрясающая идея, Третья идея была, Сергею прохватила, я не буду прорабатывать, но Сергей уже дожмет. Тебе говорит Ростелеком. Передаём тогда Андрею Савельеву микрофон, да, тоже обзор вторичного рынка, сделки, видимо, да? Да. Всем приветствую, вот мы на этой секции первый раз в роли регистратора, скоро нам будет один год, мы одни из самых молодых регистраторов, вот, до этого мы десять лет были во вторичном рынке, вот, регистрировали, завели, давали домены, сейчас мы также занимаемся первичным рынком регистрации доменов. Илья, также большое спасибо за хорошую презентацию, вот, немножко о нас, вот, и о вторичном рынке, сколько продаж, сколько у нас в нашем портфеле доменов, то есть это наша компания, и там несколько партнёров, то есть общий портфель 50 тысяч доменов, среднее количество запросов где-нибудь 10 до 30, это я про вторичку говорю, конверсия холодных лидов 30%, это те, кто, ну, готовы как-то общаться, не ошибочные лиды, и готовы вести, ну, какой-то коммуникации достаточно много, конверсия сделок достаточно маленькая, 5%. Почему? Потому что много, ну, хотят за 300-500 рублей купить домен, поэтому, естественно, такие мы не продаем. Вот, мы размещаем наши домены на нашей площадке, а также на двух купящих площадках, Рудцентр и Регру. Вот, в месяц у нас около 25 доменов мы продаем, средний чек около 100 тысяч рублей. вот, и такие вот, если двушка сейчас красиво стоит, ну, любая двушка от 500 тысяч до 10 миллионов, там, 500 тысяч это, ну, с какими-нибудь там, Y, J и так далее, 10 миллионов, это, ну, такие самые дорогие, крутые двушки, такая вот вилка. Трешки стоят там от 20 тысяч до 2 миллионов, понятно, есть там трешки, может быть, какие-то дороже стоят, но, в среднем, такие вот цены, это, повторюсь, на вторичном рынке, на дропе они на перехвате дешевле. Вот, ну, некое такое понятие, красивый домен, это, который соответствует какому-то сегменту рынка, там, красивое выражение, вот такая большая вилка, там, на два порядка, от 100 тысяч до 10 миллионов, такие вот цифры сегодня. Вот, рынок, скажем так, сверхвысокомаржинальный, но, сверхинсконниклинный, то есть, это очень плохо, то есть, в год, продаж, ну, меньше 1%, вот, или я правильно сказал, что, очень много доменеров сейчас уходит с рынка, много тропают свои портфели, многие за копейки отдают свои портфели, и, ну, приходят вдруг, сеошники, которые ловят домены, там, делают сайты и пытаются заработать, то есть, доменеров сейчас денег, ну, вот, действительно очень мало, то есть, рынок очень сильно меняется. Вот, вот, ну, наши, там, топы за, топ домена за 20-21 год, которые мы продали, вот, и, что особо радует, у нас, ну, в нашем портфеле, ну, РУ чуть-чуть больше, чем РФ, то есть, где-то, процентов 45 РФ, и процентов 55 РУ, но продаж РФ у нас больше, то есть, РФ продается, ну, вот, хоть и говорят, все кричат, что РФ называют плохими словами, доменеры, к сожалению, да, то есть, вот, но, факт, да, что деньги, покупают РФ, и в регион, если приедешь, ты видишь, там, все белборды в РФ. Москва, Питер страдают неким англицизмом, и, там, непатриотичностью. У других городов таких вот, ну, проблем нет. Вот, и самые дорогие, ну, это сантехника РФ, сантехника РУ, вот, брусника, как ни странно, да, то есть, там, за миллион продали, ну, вот, союз, тоже достаточно, именно РФ-ки, они больше, ну, дорогие. Вот, ну, теперь, говорим о проблемах, почему количество доменов стагнировало, не растет. Одна из проблем, как мне кажется, это отсутствие в некой предпринимательской среде, я говорю про микробизнес прежде всего, где-то малый бизнес, о понимании ценности домена. То есть, сейчас там парадигма так изменилась, что там, ну, какой-то небольшой салон красоты, там, или, какая-нибудь пекарня, они вообще говорят, зачем нам сайт, у нас есть инстаграм, ну, фейсбук, и где-то отчасти, то есть, они правы, то есть, вот, мы сделали там плюсы-минусы, то есть, сайты, да, и соцсети, то есть, ну, но, предприниматель не понимает, что в синергии, да, там, в объединении, если у него будет и сайт, и соцсеть, это будет, ну, ему даст больше траффет, если он чуть-чуть приложит там, усилие, немножко вот энергии, там, сделает сайт, а в соцсети, там, ну, на той же фотографии, выделенным знаком, будет писать сайт, у него будет больше трафика, вот, и он, ну, заработает больше денег, но, у предпринимателя нету знаний, соответственно, отсюда вывод, нужно, там, как-то, регистраторам, регуляторам давать образовательные какие-то истории, там, в бизнес-школах каких-то, может быть, в бизнес-университетах, где-то там, еще там куча всяких, там, это институт синергии, ну, много всего, бизнес-клубы, да, которые, там, обсуждают, как там, членский износ, там, да, а вот про домены, они вообще ничего не знают, к сожалению, поэтому, здесь, мне кажется, нужно вот, разный нетворк мероприятий, их сейчас очень много, популярный, нетворк, всякие бизнес-клубы, там, 300, 400, там, и туда, вот, как-то, рассказывать, что, ребята, все-таки, есть, но бывает еще домен, вот, теперь, про, нью-тил-ди, да, то есть, мы говорим про влияние на вторичный рынок, они, да, действительно, негативно, то есть, есть такая вот, поговорка, да, хочешь разорить конкурентов, подари ему нью-тил-ди домен, вот, у меня там много, я скажу, что я из бизнес-кола Сколкова, там, общаюсь со многими Сколками, у меня есть, ну, например, один, там, Александр, его зовут, вот, мы с ним там, хорошо общались, дружили, ну, то есть, здоровался, улыбался мне все время, ну, классно общались, вот, потом он мне там, типа, Андрей, я купил классный домен про.авто, там, за двести, там, двадцать тысяч рублей, вот, ну, то есть, и доволен, мне хвастается этим, вот, в РУ-центре, он говорит, классно, я тебя поздравляю, ну, ты знаешь, что каждый год нужно 220 тысяч продлить, платить, а он это не знал, вот, после этого, когда мы с ним общаемся, он уже, ну, как-то ко мне не так, вот, вот, я ему поднял эту цену, то есть, что это говорит, что, есть много зон, вот, Илья сказал про, там, хостинг, да, двести, триста, зона авто, двести пятьдесят тысяч продлить, есть зона рич, есть зона, там, которая по миллиону, и, у крупных российских регистраторов, да, понятно, что главная цель, это прибыль, я абсолютно там разделяю, то есть, здесь, РУ-центр, Григорий Большой, молодцы, но у них, вот, есть, и, они пытаются продать много NewTild, и, пытаются много продать в магазинах, то есть, мне кажется, нужно, вот, в одном каком направлении фокус выбрать, и, ну, и то, и то, невозможно, если ты двигаешь NewTild, то, вторичка немножко, вот, падает, вот, и здесь, есть, я считаю, что NewTild, они, в любом случае, уже, есть место жить, но, не как там, основной домен, как основной вот, домен, бренд, их, использовать, не совсем правильно, хотя есть исключение, это, Андрей сказал, зона Dot Club, классные зоны, зона Guru, есть еще несколько зон, ну, там, может быть, два десятка зон, которые, действительно, я считаю, могут вместо, зона тех, вот, зон, не оплачиваем, зона тех, а PC есть, то есть, Т, или, или, то есть, там, нет, нет, есть вот, TCH, есть такая зона, TEH, то есть, Тех, или нет, да, TEH, тех, трех, нет, вот, поэтому, здесь, тоже, спорный, сложный вопрос, который, я все-таки, за национальные, за общие зоны, вот, касательно красивых доменов, то есть, мы видим тенденцию, да, что, несмотря на, у нас, по крайней мере, небольшой спад, в абсолютной величине, у нас, продажи увеличиваются, в относительной, немного уменьшаются, да, то есть, у нас, количество доменов больше, но, в процентном соотношении, продаж меньше, меньше одного процента, вот, но, некие, красивые домены, да, которых там, ну, число там, ну, по моим подсчетам, это там, несколько десятков тысяч доменов, всего там, там, 40-50 тысяч доменов, то есть, я говорю, какие-то двушки, трешки, и там, такие, общие слова, какие-то коммерческие, слова, вот, они, в цене растут, и с каждым годом, если мы возьмем, ну, сделки, ну, дороже и дороже, в, этом или прошлом году, вообще, самая дорогая сделка была, маркет, купил Яндекс, по-моему, да, вот, Сбер там тоже что-то купил, очень дорогое, вот, поэтому мы видим, что, чеки растут, и, домен, хороший, красивый домен, он, ну, является инвестицией, там, не хуже, чем, там, какая-то квартира, офисное здание, там, еще что-то, то есть, это можно, ну, смело сказать, что это активный, красивый домен, это активный, который в будущем будет только дорожать. Вот, ну, и мы, вот, с Георгием немножко тоже общались, вот, задал вопрос, а что там, будет, в 2003, в 2031 году, то есть, через 10 лет, мы так, фантазировали немножко, и, вот, поставить некую цель, и идти к ней, чтобы, у каждого человека, было обязательно домен, чтобы не было там, не обязательно, это, и у каждого человека, чтобы там, там, паспорт, загранпаспорт, все там было за счет от домена, каким-то образом, там, не через чип, да, может быть, да. Андрей, ты предполагаешь с сокращением середины? Да, Паспорт, в 16, по-моему, летом? В 14. Ну, я примерно говорю, то есть, нет, то есть, если взять, ну... Детям нельзя. Ну, конечно, да. Только дети им будут. Конечно, да. Точка девушка. Вот. Ну, это просто, немножко такое, вот, сравнение. Вот. Ну, и так же, ждем всех, на стенде, в нашем строительском центре, подарки. Будем рады. Всем подарить. Всем спасибо, если какие-то вопросы, пожалуйста, ответим. Спасибо большое. Пожалуйста, действительно, классное. Мне очень просто рады. А по поводу вот этой идеи, что всем по домену, если вы послушаете, Координационный Центр запустил серию видеоинтервью к своему двадцатилетию, мы по два интервью другую неделю, где-то вот такой у нас примерный график, и до 12-го июля точно этот график будет запретить, непосредственно, день рождения в конце. Вот, предлагаю послушать интервью с Алексеем Павловичем Латоновым, там аж четыре части, он стоял, всего истоков, что называется, мысли каждому по домену ходили в наших государственных мужей еще в 90-е начале рулевых годов. Так что, это все, так сказать, идеи, они продолжают выдать в воздухе. Идея, это, как вам сказать, один процент от результата. Чтобы был результат, нужно что-то делать. Еще вот тоже немножко хотел сказать про вот правовую, продолжение правовой секции. Вот, у нас, ну, про практику, про нашу, вот, у нас порядка, где-то, достаточно большое количество доменов, у нас был, за все время, единственный суд, который закончился на первом заседании. это с компанией «Арматайк». То есть, после первого, было первое заседание, «Арматайк» был первым. Вот, было первое заседание, ну, и после этого мы договорились через знакомых, ну, была коммуникация на уровне регистратор-юрист компании. Вот, после того, как мы перешли в плоскость регистратор-предприниматель, ну, буквально за, там, семь-восемь минут, мы решили вопрос и, поговорили с номеровую. Вот, больше ни разу не было. Если вот, вернуться к слайду «Продаж», ну, есть домен «Standley.ru», торговая марка, то есть, процесс коммуникации, по-моему, минуты 3-4 провел, за 3-4 минуты мы договорились о стоимости, вот, и таких примеров много, поэтому, я, призываю, то есть, ни в коем случае я не хочу отнять хлебу, там, уважаемых, там, коллег, но, попробовать сначала договориться на уровне регистратора, ЦРЭ, владельца дорожного знака, должно получиться. У нас всегда получается. Спасибо. Да, это идея. Да, у тебя вот на слайде были еще другие домены продаж, с вами больших, может, там, биток, цифр, может, из того слайда домены продаж последнего года какие-нибудь цифры назовешь, там, вот, школы, я могу все назвать, если слайд вернете. А слайд можно? Это не секрет, то есть, интересно вообще, все, ну, просто цифры не стали там писать. В договоре те домены, где стоит NDA, я их не публиковал на слайде. Вот там трешка с буквой J, например, вот интересно. 290 тысяч рублей. А Алексеенко? Алексеенко 120 тысяч рублей. там, 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 не работает. Ну, самый дорогой, это сантехника РУРФ, там, порядка 6 миллионов рублей. спасибо, спасибо компании, за то, что они предоставили нам, там, и все. У них классно, очень переговорное, там, и, ну, там целый день, там ее оккупировали. Ну, там все, нет, на самом деле, с точки зрения, там, сервиса, и Регру, и Руцентр, очень классные сервисные компании, если что-то, ну, там, они там все помогают, там, чай, кофе, классные переговорные, все здорово. Так, ну, сантехника РУРФ, там, около 6, союз 500, один РУС 200, реформа 300, вот, подарок на бюро, недавно купили, но, мы недорого продали, потому что, 90 тысяч рублей, не чай 100, перли 400, БРСУ 200, Филадельфия 150, послание не помню, мотошкола 200, брусника миллион, кстати, Стэнли, около 500, инфоурок 200, ТДЖМ, там, 290, Ермак 100, Электротехника 150, Вестопад 100, План Б 150, Аксельника тоже около 100, ну, то есть, вот, идея ответила, да? Вопрос такой, я бы сказал, по энергетическому возрасте. С подачи одного из крупного российского регистратора в суды стали сейчас приносить распечатки, что стоимость домена, регистрация домена составляет 189 рублей. Ну, регистратор, в принципе, угадывается. Так вот, в судебной практике сейчас очень... Да, значит, нет, я просто направление. Значит, в чем судебной практике, да, в результате 189, в регу дороже, от 50 доменов в R01 150 рублей. Спасибо, сейчас речь не об этом. В судебной практике сейчас прошло таким интересным путем, что эти цифры стали фигурировать в судебных документах, и логика идет следующая. Если домен доставляется на продажу по цене 189 рублей, значит, действительный регистратор домена является уже недобросовестным и является злодопределением права. Ну, вот, кстати, в этой ситуации я попробовал, кстати, достучаться до логики судьи, объясняя, что не может любой домен стоить 189 рублей. То есть, если я хочу сказать, что его домен стоит 189, я думаю, компания бы расстроилась, тем более, если я был бы готов за него, скажем, предложить 190. Значит, но факт остается фактом Андрея. Опцион пошел. Но, тем не менее, факт остается фактом Андрея. Какова подготовленность или защищенность вот таким ситуациям, когда возможны проблемы с правообладателями, которые будут идти именно таким путем. все, что продается дороже 189 рублей, соответственно, является признаком недобросовестности администратора домена и, соответственно, является злоупотреблением соответствующими правовыми последствиями. Почему я говорю? Потому что эта практика сейчас стала появляться. Она не стала массовой. Я вижу ее в ректорах Санкт-Петербурга и Москвы. Это очень плохая тенденция, которая показывает, что, если она пойдет дальше, то она достаточно легко станет общероссийским. У нас пока такой практики не было за 10 лет, но здесь, знаете, я не как юрист, то есть у меня в юридической плоскости я очень слабо компетентен, я больше в некой предпринимательской плоскости отвечу. То есть мы домены, из этих доменов ни один домен не был куплен зарегистрирован с нуля. Они все либо куплены на вторичном рынке, либо покуплены на освобождающуюся доменную. То есть мы платили, то есть мы условно какие-то домены там купили за миллион рублей, продали за 3 миллиона рублей, например. То есть поэтому здесь есть там все эти документы, поэтому среди вот, ну, на вторичке, сейчас, по крайней мере, тогда давно-давно, может быть можно было, ну, там, зарегистрироваться свободно, сейчас этого уже нет. До сих пор можно еще искать какие-то, как я называю, уклад найти, да, купить там за икс, продать там икс 10. Это, ну, как бизнес, то есть купил дешевле, продать дороже весь, вся экономика так устроена. Здесь... Подводите, я еще задам вопрос. Как известно, в недалеком прошлом, да, был введен механизм блокировки фиранских сайтов через механизм русского надзора, да, и через Мосгорсуд, благодаря которому, так сказать, можно подать заявление правооплодать. И фильтр РКН, на уровень уже провайдера в доступ, идет тринтификатор сайтов, включая доменное имя. Но те доменные имена, которые отправляются туда пожизненно, вот, например, корреляционный центр, эту проблему решили. Ну, то есть они отправляются в стоп-лист, и зарегистрированные заново быть не могут. Ну, то есть они не могут быть, для тех, кто не знает, они из этого фита не могут быть вынуты никогда, а значит, мы, в свою очередь, тублируем это стоп-лист для того, чтобы они не были регистрированы. Но, тут есть другой нюанс. Простите, что так долго подвожу, чтобы просто понять эту проблему. Есть другой нюанс. когда Мосгурсу помещает эти домены до устранения нарушения. Ну, то есть, вот обычный порядок, там, нарушение каких-то, там, авторских прав. И этот домен выходит на вторичный рынок. Я не могу сейчас привести ни одного примера, я специально это не отслежу, у меня проблемы интересуют. Существует ли на сегодняшний момент проверка этих доменов на вторичном рынке на нахождение в списке фильтров Роскомнадзора? Потому что, даже если этот домен удален, это наименование как домен, все равно находится фильтр Роскомнадзора. Спасибо. Илья тоже просит. Давайте сначала я отвечу, да. То есть, мы, как таково не проверяем, то есть, на сайте Роскомнадзора, ну, мы проверяем на… есть такой сайт на Доскоп, есть просто Яндекс, ну, и опять-таки, покупатель, когда, ну, покупает домен, он также все проверяет, мы тоже проверяем и стараемся, что такого не было. Но, как говорится, это очень-очень такая узкая, редкая практика. То есть, ну, я надеюсь, что все-таки будет какой-то регулятивный механизм, который четко… вот есть кейс, да, то есть, вообще, я не понимаю, почему нельзя сделать, то первое, и того, так. Все, простой механизм, то есть, вот, четко запишитесь там пять правил, это вот… да, нет логику тривиальную, да, там, вот в этом классе детей учат. Вот. Для меня это непонятно, почему нельзя так сделать. Ну, возможно, где-то… круглый стол провести, там, регистраторы, КЦ, там, Минсвязи, то есть, собрать просто, вот, всех в одной комнате, закрыть на ключ, и не выпустить, не приносить еду, пока не будет какой-то… И не доводить полетной бумаги. Вот. Вот как-то так, да. То есть, вот… Какая-то сейчас… Да. Как… Отвечая на ваш вопрос, мы, как… не шоу, освобождаясь до минов, мы достаточно давно следим автоматизированно за списком РКН-а, домена, и на своей странице marketplace, где у нас ведется список освобождается доменов, мы с значком, похоже, как портовка запрещена, показываем клиентам, что, да, он в списке РКН, но никак не препятствуем подаче заявки на освобождается доменов, но информируем. Окей. Да, совершенно. Андрей сказал, на площадках по дропу, там… Они… Там площадки… Да, по цене… Это вообще… Проблема мало доменов, то есть, вот… Проблема то, что у бизнеса нет доменов, вот эта… миграция в инстаграм, да, то есть… А вот эта проблема… То есть… Относительно этой проблемы, но то, что вы озвучили, я вообще не считаю этой проблемой. Андрей, спасибо большое. У нас… Мы ускоряемся… Андрей, а можно? Можно еще не по теме, да? Упланировать… 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 30 секунд, да. То есть… Может быть, для кого-то… Если это будет хост-обзор в Питере, вот… Все приезжайте, будет москетбольный турнир у нас в первый раз там, будет москетбол играть. И, может быть, кто-то, если играет настольный теннис сегодня 20-30 в Крылатском. Наш клуб. То есть, вот… Антон поедет. То есть, играть… Бесплатно абсолютно. Вот… Играем в Лесенку. Очень классно. Круто. Все приниматели, кто играет, сходите ко мне, да, обводами. Вот. Обзор уже полностью. То есть… Хорошо. Спасибо. Спасибо большое. Передаю слово Андреевичу в завершающей презентации. Потом мы уже будем говорить про «Отна». 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 У нас уже почти третий час пошел, хотя мы уже должны были закончить, а впереди еще, насколько я знаю, какой-то важный спитч от кормационного центра или технического центра интернет. Я устал сидеть, у меня все затекло, я вас тоже призываю как-то размяться, если это можно, потому что долго сидит вредно. Включите, пожалуйста, вторую презентацию Розенера. Слушайте, да, мы сделали с коллегами, на самом деле, очень большую историю про то, как выглядит вторичный рынок доменов в России. И здесь такое маленькое, в самом деле, называемое. Если говорить про то, что можно вообще называть площадкой для магазина доменов, или площадки для сделок, мы считаем, что в России есть плюс-минус три площадки, в России, это Эру-центр, и моя любовь к нему, конечно же. Эта игру, и мое уважение. И этот таймвеб, тоже уважение, да. Спасибо. Вот. Все остальное, это Телдери, мой партинг, это проект Андрея Европы. Это большей частью представляет себя листинг, в котором просто размещено что-то, что где-то продается, и лишним многие могут обеспечить гарантированную продажу для продавца и гарантированную продажу для покупателей. По Ру-центру здесь цифры без учета доменов наших международных партнеров. Вместе с ними это какие-то миллионы. В целом комиссия средневзвешенная по рынку в районе 10%, Ру-центр на отдельных бизнес-статусах предлагает комиссию в 3%. Сегодня я очень рад наконец-то рассказать то, о чем хотел сказать. В конце года мы перезапустили витрину магазина доменов для покупателей, для наших клиентов. Мы ее в первую очередь ориентируем на количество потребителей, не на доменеров, поэтому здесь вряд ли появятся специализированные истории про индекс цитируемости, еще какую-нибудь штуку. Не кружок, весь наш каталог, пожалуйста. Самые лучшие покупатели в Ру-центре я считаю, что, конечно же, в Ру-центре. Низкая комиссия. Выставлять на продажу можно любые домены, не только РУРФ и 40 зон. Полностью безопасная история, полностью легальная история. Мы автоматически уплачиваем налоги для продавцов физических, тем самым отделиваем и регализуем эту всю историю. И большой смент индивидуального сопровождения сделок. Мы готовы плюс-минус ко всему, если это того стоит. Если говорить, это публичные цифры, если говорить про структуру того, что продается на двух крупнейших вложениях в Рунете. Почти это все российские домены. Это лоутер, то, что можно купить. РУРФ в сумме занимает условно 90-95%. Все остальное о малы. Отдельно хочу подсветить условные 5% бюджетилд в Ру. Это, по-моему, связано с политикой регистратора относительно очень низких цен на вход в регистрацию бюджетилд. Теперь эксклюзив на РИФе специально для вас, всех, кто два часа ждал. Как выглядят продажи в Ру-центре, внутри магазина Долинов. Большая часть лоутов, которые продаются, это РУ. Все остальное – это мизер. При этом, если посмотреть… Это можно фотографировать, выкладывать, фичаты и прочие штуки. При этом, если посмотреть на некоторый такой критерий, как оборачиваемость портфеля, вот в среднем по магазину Ру-центра 2,5% от всех доменов, выставленных на продажу, за год продается. По РФ – это всего 1%. В категории прочие – это GTLD, за исключением КОМа и третий уровень. Я бы сделаю вот этот процент, 9,7%, почти 10% связывал бы, конечно, с очень маленьким объемом этой всей штуки. И отдельная история про вот эту вот угрозу NewGTLD. Всего 1,5%. Да, это в полтора раза лучше РФ, но в два раза почти хуже, чем РУ. С одной стороны, много NewGTLD свободно, с другой стороны, мы посмотрим сейчас на средние ячейки, проблема в них. Если говорить про объемы продажи, про динамику, за два года здесь, это динамика по кварталам, я из уважения к продавцам, покупателям и прочим, не могу озвучивать конкретные сделки, их суммы, и не могу озвучивать конкретные обороты. Но все, что касается среднего чека, покажу, просто количество будет все время скрыто. За два года, конкретно через РУ-центр, количество продаж выросло на 30%, около 10% сделок проходит в приватном режиме, то есть когда РУ-центр используется только как гарант сделки, безопасной передачей денег от покупателя-продавцу и домена от продавца-покупателя. Около 80% доменов, по которым были совершены сделки, были без возможности торга. При этом 20% подразумевали возможность торга. При этом 8%, вернее даже треть из тех доменов, за которые можно было бы торговаться, покупатели покупали без попыток торга вообще. Ну то есть они видят цену, видят 100 тысяч рублей. Поторговаться, а мы не хотим торговаться, 100 тысяч забрали домен. Еще приблизительно в третье цена была снижена, и еще в третье цена была не снижена. При этом там, где сделки были с торгом, средний размер торга составлял около 43%, то есть почти в два раза снижение цены. И на слайдах этого нет, комментарии. Возможность торга почти всегда зависит от стратегии продавца. Если у тебя плюс-минус разумная цена, то почти никогда нет торга. Если у тебя сильно завышенная цена, то у тебя почти всегда есть торг. Поэтому планован такой процент торга. 80% всех диалогов про снижение цены заканчиваются на второй итерации. При этом были отдельные сделки, в которых количество торгов составляло 18 итераций, 23. Теперь самая эффектная история. За два года средний чек вырос в два раза. В 2020 году это было 44%, в 2015 – 40%. за весь 2020 год это 70%. За первый квартал 2021 года это более 100 000 рублей средний чек, то есть темпы роста продолжаются. При этом важно, что вместе со средним чеком растет и медианная цена. Медиана – это такая средневзвешенная сделка. И сейчас это в районе 25 000 рублей в 2020 году. И в апреле медианная сделка в 35 000 рублей. При этом, если смотреть на средний чек в разрезе, сделка была без торга или с торгом, здесь мы видим еще более впечатляющую историю. Средний чек с торгом, в случае чего там уже скидки 43% составил 150 000 рублей. Как правило, сделки с торгом – это дорогие высоколиквидные домены. Если говорить в абсолютных суммах, за 2021 год была продажа в 13 000 000 рублей, еще одна выше 10 000 рублей, еще пара, тройка, наверное, больше 5 000 000 рублей. Это все рук. И это только в 2021 году. Если смотреть на средний чек в динамике по годам в разрезе по зонам, мы видим следующее. В РОМ он стабильно растет 50% к 2019 году. В РФ он стабильно снижается. Во всех остальных зонах, скажем так, он плавный. История про них и GTLD, я вот как вначале говорил, я считаю, это незрелый пока рынок с точки зрения первичной регистрации, с точки зрения вторичной регистрации еще больше. Он во многом спекулятивный. За 1 рубль набрали доменов и пытаются продать их за 150 миллионов рублей. Как распределены сделки по длине доменов? Ну, в общем, здесь два графика – это сделки совершенные, и лоты – это то, что выставлено. И смеющийся смайлик, потому что двухкупленные домены за 15 миллионов рублей, там, 18 стоят в экспозиции, и ничего не происходит. Если посмотреть на логарифмическую заголовку, тот же самый график, здесь мы видим следующую картину. За последние, за 18, 19, 20-е годы средняя стоимость двухкупленного домена больше миллиона рублей, все остальное дешевле. В целом, есть зависимость от длины домена, но абсолютно точно ключевые слова, красивые именно, их цена не зависит от количества символов и может составлять миллионы рублей. И, наверное, такой самый показательный график – это как в целом выглядит карта того, что продается и того, что покупается. Мы видим огромный гэп между стоимостью продаж и объемом продаж и стоимостью лотов. Около 40% продаж до 10 тысяч рублей. Это данные только за 2020 год. Если смотреть данные за 2019 год, 40% продаж приходилось на чем до 5 тысяч рублей. Ну, то есть, в два раза растут цены на домены. При этом мы видим, вот на уровне 70%, почти в 2,5 раза, ожидание продавцов выше, чем то, что реально происходит. Только 10% сделают больше 75 тысяч рублей, но при этом сумма, как я говорю, доходят в 2021 году 10-15 миллионов рублей. Сделки есть. Магазин данных фрукт-центр. Мы сильно обновились, и у нас большие амбиции про вторичный рынок. Я вот так вот на этом слайде еще пару слов скажу, как это – over-record, вот это все дела. Мы сейчас, спасибо Координационному центру, который разработал методику оценки данных имен, мы с коллегами приземлили ее на реальные продажи, на реальную практику, придумали, как это все можно автоматизировать, и внутри себя уже и сервис такой – оценки доменов автоматически. Мы подумаем, хорошо, надо ли его открывать наружу, в каком виде, но это очень хороший маркер относительно то, что справедливая стоимость домена, сколько он во времени экспозируется, выставлен на продажу, и что с этим всем происходит. Мы точно хотим на фоне стагнирующего, вернее, стабильного количества доменов смотреть в сторону вторичного рынка, развивать его, стимулировать продажи, и, конечно же, зарабатывать на этом. Мы думаем про историю вокруг портфеля доменов, портфельного управления доменами, доменных инвесторов, которые не знают, какую стратегию оптимально выбрать, мы считаем, что мы можем предложить им оптимальный вариант. Это пока все такое в проработке, вот прям свежак. Если у кого есть вопросы, предложения интересов, то у кого-то. Более того, я полагаю, что мы в течение какого-то времени сделаем, это скорее тизер такой, скорее сделаем глубокое исследование вокруг всего этого, но я уверен, что мы его будем публиковать. Презентации, да, будут все, конечно. Андрей, а обе презентации можно, да, город? Начать? Конечно. Кстати, вот вчера Руцентр продал один домен за 800 тысяч рублей. Но какой я не буду говорить, потому что... Да, комиссия Руцентра составила 3% от 800 тысяч рублей. Пять? Пять? Да. Класс, это 20 тысяч рублей. Пять? 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 Нет, на самом деле, Руцентр действительно хорошие менеджеры, которые... Спасибо. Слушай, я, вот правда, это я стою и разуминаюсь. Вот, а уже третий час. Лежим. Спасибо тебе большое. Во-первых, действительно очень интересная презентация, то есть, что, на самом деле, что это все равно. Но я вернусь к тому, с чего мы начинали этот третий блок, да, с появления большого количества регистраторов, ну, ниши, так и будем говорить прямо. И проблема регистрации освобождающихся заменов в коммуникационном центре, в общем-то, в повестке дня достаточно давно, более того, в 2017 году мы были близки к ее решению. Совет коммуникационного центра принял соответствующий документирующий документ, но в этот момент произошла такая замена технического центра, и новый технический центр не стал реализовывать принятые Советом коммуникационного центра решения по своим, вполне себе, резонным причинам. Дальше, конечно, мы не тоже так смотрим на эту ситуацию, мы провели заседание и даже не одно комитет по развитию данного пространства с участием коллег из ПЦИ и не только членов комитета, мы привыкли и технических специалистов, и я сейчас основные 5 принципов пазлов, которые мы сформулировали для того направления движения дальнейшего, на которые мы будем опираться, и попрошу их все рогливо руководительницы и дисгментировать. Итогом работы комитета стало определение следующих 5 принципов. Первое – диспетчание главенства интересов пользователей. Процедура повторной регистрации освобождающихся доменов должна реализовываться в системе интересов пользователей регистрации доменных именов. Второе – важнейший приз – преемственность и непротивлечивость. Процедура повторной регистрации освобождающихся доменов – это часть процесса регистрации доменных именов. Процедура не должна противоречить процессу регистрации, а только дополнять его в соответствующей части. В том числе должна быть обеспечена возможность беспрепятственного выполнения действий, направленных на регистрацию нового домена, управления срока регистрации и выполнения других операций, зарегистрированными доменами. Третий базовый принцип – прозрачность. Установленные правила и процедуры повторной регистрации ОТЭ должны быть единопразными, прозрачными и понятными для участников процесса регистрации доменов. Четвертый принцип – обеспечение стабильности и безопасности. Установленные правила и процедуры повторной регистрации ОТ должны способствовать сокращению негативных воздействий на техническую инфраструктуру и других потенциально вредоносных действий, обеспечив стабильное, надежное, непрерывное и безопасное функционирование реестра всей системы регистрации. И, наконец, пятый базовый принцип – стимулирование развития установленной правил реализации процедуры повторной регистрации ОТ должно быть направлено на стимулирование качественного и количественного роста доменных объемов, новых рук и РФ. Алексей, передаю тебе слово. Особенно пункт 4, на котором мы много обсуждали – непрерывность и безопасность в усадебных действиях. Спасибо большое. Я не благодарю за стимулирующие принципы. Они были понятны. А можно поставить презентацию? Сейчас Жора подойдет, какая презентация поможет. Спасибо. 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 На самом деле мы провели большую работу и сделали такие детальные срезы, статистики по работе регистраторов в конце кода. Мы начались конкретно от 2020 года и марта 2021 года. Эти даты месяца были неспростны. Мы просто посмотрели, что количество регистраторов очень сильно изменилось и стало казаться, что они чем-то не тем занимаются в регистрации. Стали исследовать, чем они занимаются. И тут, конечно, уже помогли слайды, которых нет. Презентации на базе нет. А? Презентации на базе нет. Серьезно? Ну и хорошо. И теперьfoldo. То, что они совсем не單磁 вред, но все могут нужды. Так что проходят. Хотим llegar к проекте в интернете в какие-то… То есть, что сейчас нужно помешать теоретики, чтобы low-up и suspended money. Надо предлагатьうわку любую. Давайте спросим другую. Ну а там是不是 එ Vorteil? Не экономим. Мне показала меня выставка. Ну возможно設ка mile, у нас недавно ök. Регистратор, конечно, увеличилось. Вы как государство, тем веселее. Сам в шоке, сам в шоке. В счёт того, что, когда я сюда ехал, нас задержал, вначале нас задержал какой-то кортеж, а потом просто семь машин в потоке ГАИ на баску остановили и просто держали, не объясняя, что они хотели. А теперь презентации нет. А теперь презентации? Что вы делаете? Смотрите, количество экзотов увеличилось. При этом выросло количество запросов по Create Domain более чем в полтора раза. И если посмотреть более детально, что же там происходило? Получается, что ошибочных запросов было в 9 раз увеличилось количество. То есть количество регистраторов увеличилось и увеличилось при этом количество ошибочных запросов на создание доменов в 9 раз. С годом ошибок. С годом ошибок. С годом ошибок. Ошибкой, да. Например, да. Например, то, что домен занят, то есть и так было понятно, что он занят там, да. Но не в 9 раз. Мне кажется, это нелогично. 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 Мне спрашивают полицииручка. Всем занимается право конфетическое условие. В полтора раза увеличилось количество информационных запросов. Тоже там. Поэтому гигантское количество информационных запросов. Информационных запросов с ошибками. Информационные запросы вернулись с кодом ошибок. А теперь слой. Спасибо большое. Ну еще раз. Примечал стоить регистраторов зонах УРФ. И, соответственно, делали все статистики на октябрь и на март 2021. В период удаления, как можно видеть, количество запросов на создание новых доменов. При этом количество... Небольшой рост был по количеству успешных запросов и гигантский рост по количеству ошибокских запросов. При этом мы рассматривали отдельный период удаления и остальные периоды неудаления. В период удаления, как можно видеть, количество запросов кредитов стало меньше, но ошибочных стало больше. Общее количество информационных запросов стало больше, понятное дело. Но при этом общее количество успешных запросов раньше было больше, сейчас стало меньше. Сейчас стало количество ошибочных запросов нехорошо. Общее количество информационных запросов удаления тоже увеличилось, понятное дело. Я думаю, что не сильно это интересно, наверное. Самое главное, что очень сильно увеличились безуспешные попытки зарегистрировать домены. То есть, по идее, регистраторы должны регистрировать домены и продлевать их, а сейчас получается, что количество регистраторов увеличилось, и увеличились безуспешные попытки регистрации доменов. И мне, честно говоря, не очень понятно, почему это происходит. То есть, речь идет о такой нагрузке на реестр, который является паразитным, потому что мы изначально знаем, что домен зарегистрирован. Например, в УИЗе мы это видим или в файле зоны, но при этом все равно пытаемся его зарегистрировать. О, боже. Алексей, так? Правильно? Да, все верно, все верно, да. На порядке роста. Да. При этом рост, он там реально в порядке. Маленькие комментарии хочешь? Максим Альзов, Москва Москва. Вопрос. Анализировали, насколько увеличилась загрузка кластера, который базу данных обрабатывает в среде сети? Потому что там миллион на месяц даже, это не знаю чего. Нет, там разрядности были разные. Вот, например, с левой стороны запретила перед удалением миллиардов. Там до этого тоже были... А это в секунду или это... Это в зиму? Это в зиму. В месяц. А, Мелонет. Слева, понятно. Слева, да, да. Размер с Мелонетом. Соответственно, вывод какой-то неутешительный получается, что, по большому счету, систему регистрации используют не для того, чтобы регистрировать не домены. Ну а, и как Илья правильно сказал, отметил раньше, есть профессиональные игроки рынка, которые занимаются профессионально освобождёнными доменами. По большому счету, получается, что эти игроки рынка используют системы регистрации для того, чтобы просто заниматься перехватами. То есть, совершать праздник на... Ну, с моей точки зрения. Соответственно, поскольку компания ТСИ, в частности, отвечает за безопасность функционирования системы регистрации доменных имён, да и всему за национальную доменную зону, её устойчивость, то, наверное, вот такая ситуация, она ненормальная, если необходимо что-то делать. И, как уже здесь ни разу встречалось, наверное, нужно думать, что с ней делать все вместе, иначе пройдёт регулятор, и это регулирует, как ему необходимо. Как регулятор будет прозрачно это регулировать. Я также ещё хочу сказать, что у нас очень много нововведений планируется с учреждением безопасности системы регистрации. Ну, какие шаги уже были видны. В частности, был внедрён протокол... Был внедрён ТЛС-1.3. В дальнейшем мы будем пересматривать и... Пересматривать подходы к безопасности системы регистрации и внедрять дополнительные, ну так, безопасные вещи. Я пока их не буду говорить, потому что, ну, скажем так, техническим ноу-хау, да, всё подсказывается, но... Будет точно безопасно. Покажем. Ну, идея регистрации через мои услуги мне лично очень нравится. Одним регистратором? Нет, почему всеми? Всеми регистраторами. Почему? Всеми регистраторами. Пусть все регистраторы регистрируют, ну, включаешься к ЕБГУ, имену порталу государственных услуг, и, пожалуйста, и предоставляю своим регистраторам, клиентам возможность регистрируют замены через... с привязкой госуслугам, мне кажется, это очень удобно. Я бы зарегистрировал. Не регистратор, а мы с первого противника. А это уже детали, потому что все регистраторы подпадут под КС-3, как бы, ну, это, мне кажется, детали, это же... Лёш, ну, когда всё хорошее, да? Нет, мы только всё хорошее, мы только всё хорошее. Я здесь могу только добавить, что у нас же идёт продолжительная переписка, рассмотрение вопроса на правительственной комиссии по предоставлению доступа регистраторов КСИА для осуществления регистрации доменных именов до идентификации пользователя. И вот требование в СТЭК, а дошло это в три раза, по началу рассматривалось. Последняя переписка официальная была, поскольку была сначала позиция ФСБ, ВСТЭК сказал, что мы считаем это возможным, если регистраторы будут соответствовать первой категории. Первому классу. Первому классу защищённость и передача персональных данных. А, ну, вот, вот, пока так. А, ну, вот, пока так. А, ну, чтобы, так сказать, не только Леша. Ну, не казательно, я всё придумал. Да, спасибо большое. Если у вас какие-то вопросы, можно кто-то будет прокомментировать. Презентация. Презентация будет доступна, конечно. Чего ждать дальше? Ну, у нас технические требования будут высланы всем заблаговременно. Всем длина от него была недоступна. Ну, а ещё раз, с точки зрения технических регламентов, там, ну, не так много будет изменений, но подходы к взаимодействию с реестром, с точки небезопасности взаимодействия, они изменятся. А чего, в каком плане можно? Прямо лучше, больше и легче. И безопаснее, как и безопаснее, да? Точнее, можно уже сейчас что-то сказать? А когда пример, это тоже непонятно. За месяц? Понятно, да. Главная заявка должна быть подписана вручную, либо ЦП «безопасный гнев». Не в коем случае, не вручную. Будут выпущены каждому администратору, будут выпущены электронные справа подпись, кредитованным обучающим центром, какому-нибудь МФЦ. Это сейчас шутка была? А я вот, знаешь, администратор, наверное, понимаешь, какие необходимые, как ты же делаешь, чтобы они были ответственниками в своей жизни не хотели. Я вопрос, знаешь, по поводу героитов, о которых приведу в лос-лайде. А в абсолютных цифрах относительно общей нагрузки для реестров, мне кажется, эта цифра, наверное, небольшая. И действительно ли это создает нагрузку? Является ли это основной проблемой, почему что-то планируется менять или не основной, или это как смешанное, как пример приведенного вопроса? Да, 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 да. То есть, в цифрах числе, почему не нужно? Там были нагрузки, которые я спрятал. Ну, Максим тут спрашивал, вот что получается, у нас всего, грубо говоря, условно, чтобы было понятно, всего ошибочных загрузок 3 миллиарда в месяц. Ошибочных загрузок. Из них 300 тысяч в час в период доления. Ну, легко скалькулировать, что все регистраторы в сумме имеют лимит около 100 тысяч. Как в час удаления они могут 300 тысяч? Можно что угодно калькулировать. Вот можно что угодно калькулировать. Если это открытая статистика, сколько регистраторов... Мы, на самом деле, с Координационным центром этой статистикой и детально в развитии каждого регистратора готовы поделиться, если они запрос там напишут, чтобы было понятно, что это, так сказать, не сильно изголовье, это данные основные про налогов. Я думаю, что им тоже будут интересны. Там есть очень интересные средства, которые мы в публичную плоскость не можем давать. Я думаю, что им тоже будет очень интересно в последствии секунды. У нас 83 регистратора сейчас, даже не говоря о том, что было в нуждах. У каждого там ты от тысяч до десяти тысяч запросов. То есть десять тысяч там у двух регистраторов, у остальных тысяч запросов. Даже если 83 умножить на тысячу, то, говорю, сто тысяч получается. И они не могут их все накрыто использовать. Там большая часть все равно не на чеке используют. Как может 300 тысяч получаться? Ну вот сами давайте просто, говорю, 80 регистраторов с тысяч запросами. Почему с тысячей? Ну, говорю, два-три регистратора, у которых десять тысяч. Я говорю, 83 плюс, ладно, там, двадцать тысяч. Ты прочитал? Да. Как 300 тысяч может получаться только на чеке? Откуда такие статистики? Ну, то, что постоянно ли ясного долга или чеки, нет про чеки. Нет про чеки. Так вот, а это кто-то и дело. Там на все крейты плюс чеки 100-120 тысяч. Аннулирование, да? Час удаления. Час удаления. Час удаления? Дальше, мы поняли, что этот вопрос вызывает дискуссию. Ну, дискуссию вызывает. И это прекрасно. Я предлагаю сделать его одним из основных. Жор, ты у нас будешь модерировать доменный день на хостобзоре же? Давай мы его тоже попробуем пообсуждать. Да, да. Хотя там... Там хостеры будут. Понятно, понятно. Ну, ладно, хорошо. Ну, а вы... Ну, стоит рабочую встречу, по этой тематике. Рабочую встречу мы точно по этой тематике проведем. Но самое главное, что мы 12 июля, когда мы будем отмечать наш день рождения, и туда пригласим всех регистраторов, всех участников метаскопа и так далее, так далее. Большой праздник планируем. Но не просто праздник, а сначала еще и пообщаться. Я думаю, что эту тему тоже мы можем как одну из рабочих поднять. Тем более, к 12 июля мы сможем уже обработать статистику. Я прошу прощения, вклиюсь, да? На самом деле, я предлагаю вначале действительно как просит Алексей, да? Сделать все запросы, технический центр получить все необходимую информацию. После этого мы, в корпоративном центре, подготовим действительно нормальную рабочую встречу с регистраторами. Не надо гнать к 12 июля, не надо вот это там к 7 ноября раздать мозг, который развалится после того. Мы спокойно подготовим рабочую встречу. Подготовятся к ней к ДЦИ с четкой, там, сломанной аргументацией. К ней подготовятся регистраторы. У них нет времени, а смысл к этому моменту. И мы это делаем нормального суда. А может сейчас вот сказать тем, кто презентации считает, что эти презентации не открыты, их можно на флэшку записать, подвергить? Я думаю, что мы поступим по-другому. Мы всем желающим вышли на электронную почту. А сейчас можно скопировать? Аниш, тут микрофон просто слова «Да, можно». Никто не против, все согласны? Все, пожалуйста. Никто не против, все планировали, что презентации будут опубликованы, как обычно, а вопрос только в технических возможностях. Друзья, я предлагаю на этом завершать наштабельную секцию. Аплодируем Алексею.